всех приветствую с вами я беган христолюб у нас сегодня такое вот видео называется любовь к приемным и вообще дети не только к приемным или образно говорят что делать не в приемных или своих детях а вообще в детях любимых или не любим как видите значок то видео у меня написано свои дети но я надеюсь вы уже посмотрели предыдущий мой ролик где тоже был написан свои дети на значке видео но там подразумевалось свои дети собственно рожденные да то есть стоит ли рожать детей зачем это вообще делать если у нас полно детей нуждающихся в нашей помощи но вот поэтому такие два видео я говорил уже в предыдущем видео что хотел их сначала даже соединить но потом разделил и в общем-то считаю что сделать правильным ролик получилось почти на час вот этот вот свои дети собственно руками рожденными да собственноручно вот а сегодня с вами поговорим вот о детях так называемых не своих а по сути своих да я люблю вообще к детям эту тему я ну все все эти ролики я пишу в рамках плейлиста и странички на своем сайте под названием семья любовь детям и родителям или или так двумя словами родители дети тема называется у меня есть отдельно по браку потом отношениям по всему этому развод секс и все такое есть отдельная страница отдельный плейлист а здесь вот я рассматриваем именно вопрос касающийся уже если в семье или не в семье там а в полной в неполной есть дети все эти вопросы разбираем начиная счет фри кто помнит тема абортов и все прочее все все в общем с этим связано и так тему приемных детей тема приемных детях я вам буду как всегда что-то зачитывать то что я на сайте у себя написал текстом и в свободе слова это комментировать дополнять что-то истории своей личной жизни рассказать если таковые имеются ну и все подобное тема приемных детях я разделил на несколько подразделов поговорим о каждом из них подробнее ну в принципе таких три крупных раздела сделал первый это обычные дети его назвал допустим вы посмотрели все мои видео или или сами до этого дошли или уже были где-то рядом с этим да с этой темой и вы что созрели чтобы и и решили твердо решили взять приемного ребенка но вам что когда вы решились этого недостаточно решившись взять ребенка в свою семью полную неполную там однополую гетеросексуальную гомосексуальную семью об этом будем говорить следующем видео подробнее что нет никакой разницы и вот такую семью вы решили взять ребенка вам могут отказать что-то да но отказать надо справедливо и исправить и несправедливо поэтому надо обратить внимание на два момента я пишу первое это когда требования могут быть справедливыми то есть действительность вы решили взять ребенка как мы с вами в предыдущих видео я уже говорил что на самом деле как по поводу опасений взятия приемного ребенка что он может быть каким-то там нездоровым как это говорит генетически каким-то там от плохих родителей поэтому в нем заложены эти гены да и прочие вещи то у каждого ребенка есть история ну по крайней мере должна быть да и и посмотрев эту историю вы можете в принципе обезопасить так скажем как говорится себя от каких-то вещей там изучить там карточку ребенка здоровье его какие если известно откуда родительцы он там не подброшенная просто там из неблагополучной семьи то есть все вы можете это поизучать вы можете внешне выбрать ребенка ну более вам симпатичного в том плане даже внешне да допустим свой чернокожий но не надо брать там белого чтобы не было там белокожего ребенка что вне были какие-то там лишние проблемы с два да если вы белокожие то не стоит брать чернокожего ребенка даже мулата да ну если вы еще до этого не дозрели данном как дается и и в общем Помните, мы поднимали эту тему, и здесь я опять же об этом буду говорить, что обязательно ребенок должен в свое время будет узнать, что он приемный. Понятно, что если он будет чернокожим, а вы белокожие, он об этом рано или поздно догадается. Но если не будет никаких внешних, так скажем, отличий и поводов об этом задуматься, то, конечно, ребенок может никогда не узнать, что вы были ему приемными родителями. Я убежден, что он об этом должен узнать. Об этом я еще позже обязательно скажу. И поэтому, конечно же, вы в праве и в силах выбирать, по крайней мере, особенно если это первый ребенок, которого вы приемным берете, то по возможности как можно больше узнать и как возможно больше обезопасить себя от чего-то предостеречь. Хотя я об этом тоже уже оговаривался, что не думайте, что если вы там все идеально выбрали, вот свою жизнь такую прекрасными красивыми красками идеальную нарисовали, что все так и будет. Даже когда вы родите своих детей, никто не застрахован от каких-нибудь болезней. Болезни я имею в виду не временных, а постоянных. У многих людей свои дети потом, причем это же не от рождения появляется, а с годами проявляется и там аутизм какой-нибудь, и даунизм, и там еще что только там нету. Да, и какие-нибудь, где там кости от малейшего прикосновения ломаются, и там с кровью что-то не то. Ну, болезни у нас миллион, вы знаете. Поэтому на самом деле, что вы своих рожаете, что берете приемного ребенка без упования на Бога. Вы знаете, я текстом, я в прошлый раз об этом говорил, но текстом не написал, в принципе. Давайте я вам зачитаю как раз то, что я дописал. Это я в предыдущей теме, но чтобы ничего не забыть, я вам прочитаю то, что я сделал. Если вы переживаете, что у приемного ребенка могут быть какие-либо телесные или психические отклонения, гены неблагополучных родителей и прочее, то у каждого ребенка есть своя история. Ее можно изучить и выбрать ребенка максимально беспроблемного и близкого вам. Но надо не забывать, что и ваш рожденный ребенок не застрахован от всех бед. Также надо знать то, что ведь есть дети и не проблемные, а просто оставшиеся сиротами по разным причинам. Например, гибель родственников и прочее. То есть надо просто, как я сказал, поизучать карточку. Возможно, этот ребенок оказался сиротой в детдоме не потому, что он из неблагополучной семьи, с проблемами с телесным или психическим здоровьем, и его родители от него отказались. Я убежден, что в детских домах полно детей, которые просто волей судьбы оказались. Без родительского попечения остались, сиротами остались, бездомными стали. Только потому, что что-то случилось с родителями. Это могут быть вполне благополучные семьи и материально обеспеченные. Это могла случиться авария какая-нибудь, где погибли все члены семьи. Выжил там один ребенок, младенец или подросток. И кажется, что у него там родственников нет. Но родственники могут отказаться и не брать этого ребенка. Могла погибнуть вся семья большая. Ехали на отдых и с бабушками, и с дедушками. И все погибли, кроме этого ребенка. То есть все это надо узнавать. Вполне может быть, что этот ребенок просто в детдоме оказался, так скажем, из-за того, что просто все погибли. Не потому, что он какой-то плохой и был нежеланным. Его не любили, не хотели или от него отказались. Нет, то есть все это надо узнавать. И уж риск такого ребенка взять минимальный, потому что он просто ни в чем не виновен. И с ним как таковых проблем каких-то посторонних нет. Но это тоже один из нюансов. Но дальше я пишу. Так что можно и нужно делать то, что мы можем для исключения каких-либо проблем. Но без веры и упования на Бога тоже далеко не уедешь. Ибо Он творец и владыка всего, и всем управляет. Ибо обо всем и обо всем заботится. А потому с верой в лучшее и упованием на Бога будем благотворить всем детям. О чем я хочу сказать? Ну то, что все эти, знаете, кажется, ой, я себя обезопасу от всего. Я вам еще раз рассказал. У меня есть примеры из реальной жизни. Я думаю, что они у вас есть. Из близких мне людей. Где вот я видел, как, да, там, у людей, в семьях, там, рожаются дети. Сначала все хорошо. Потом эти дети, я говорю, там, аутизм развивается или еще что-то. И, пожалуйста, вот вам свой ребенок. Никаких патологий или там вроде как родственники этим не страдали. Есть другие дети, с которыми все хорошо. Но один ребенок становится вот таким вот. Телесные патологии. Там какие-нибудь сердечные, что-то не в порядке с сердцем, с другими внутренними органами. Казалось бы, и причем у людей много детей. Ни один, там, ни два, ни три. Я знаю, многодетные семьи такие. И какие-то проблемы со здоровьем. Я говорю, начиная от сердца, заканчивая, там, самой кровью, которая бежит по всему нашему телу. Лейкемии или, как там называется, несвертывание крови и прочие вещи. Я говорю, там есть, где, кто знает, как болезнь называется, где там кости. Вот так докоснешься, ребенок играть не может, потому что любое падение, чуть ли не любое соприкосновение с чем-то ломает ему там вплоть кости все, да. То есть у нас полно всяких болячек. И причем вот именно они многие проявляются не на ранней стадии, а почему-то потом, да, со временем, с возрастом. Так что от всего тоже не обезопасишься. Вы, когда рожаете своих детей, мы, когда рожаем своих детей, откуда мы знаем, какова у него, так скажем, судьба, да. Вот, поэтому, конечно же, из-за этого переживать братья приемного ребенка, я считаю, что это не совсем верно. Вот, и от того, что даже родители, знаете, по поводу там всего этого геналкашества, да, что якобы если там родители пьют, то и ребенок будет пить. У меня полно примеров, опять же, где родители пили, я знаю таких лично близких мне людей, родители бухали в темную голову, а она нормальная, он нормальный. Они вообще, они как раз на примере этого вообще не пьют, там грамм в рот не берут. Вот, не потому что алкаши там, и, как говорится, боятся сорваться, да нет, вот именно. И именно на физическом уровне это неприятно. Уж тем более такой жизненный опыт, духовный вот этот, так назовем, опыт, говорит им о том, что вообще лучше с этим не связываться. Так что это, это никаким генам не относится. Ну, родители бухали, да, может быть, даже они его родили там, и зачав по пьяни, и родила, можно сказать, под градусом, под шофе, да. Надо просто узнавать на данный момент, есть что-то у этого ребенка или нет. Если, в принципе, он сегодня здоров, не важно, что его родила там алкоголичка или наркоман, там наркотиками употребляющая женщина, да, то надо узнать, что сегодня с ним, вот. И так далее. И то, если даже там с ВИЧ, ВИЧ есть инфицированные дети, потому что мать была ВИЧ инфицирована, да, ну, там, опять же, там есть, где это лечится, да, опять же, даже если это не лечится, можно взять пока этого ребенка, пока он еще просто живой. Может, он не доживет там и до 10 лет, как говорят, но он доживет до 9, почему бы не подарить счастье и любовь этому ребенку? Вот. То есть, все это надо узнавать и по мере сил и возможности по себе взвешивать. Сейчас, по сути-то, я, видите, назвал обычные и необычные дети, о чем я хотел сказать. То есть, сразу не оговорился, да. Под обычными детьми я подразумеваю, как бы, ну, в принципе, вот именно, что они, ну, как говорят, здоровых не бывают, есть недообследованные люди, да, мы вообще с вами все. Вот, про детей я здесь подразумеваю, подразумеваю, все-таки, какие-то явные причины. Ну, любого ребенка можно назвать и психованным и так далее, да. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Какое-то вот такое, действительно, ну, какие-то сильные отклонения в телесные или вот психологические. То есть, душа и тело, психия и нус, ум, да, и тело, боди. Вот это все вот. И поэтому под обычными детьми я подразумеваю, что это, как бы, ну, в принципе, с ребенком по такой какой-то средней шкале, но, в принципе, все нормально. О необычных детях я скажу позже. Это вот именно, что с детьми что-то не так. Поэтому пока я говорю, что это, как бы, обычные дети. Потому что к необычным детям и к вам будет выше требования, вот именно, если вы будете их брать. И вы сами к себе должны более высокие требования предъявить, если это вообще возможно. Об этом я буду дальше говорить. Итак, то есть, если вы действительно созрели к этому, да, что вот взять ребенка там как-то, то и твердо решили, и обратились. Вам могут отказать. Вам могут согласиться. Ну, согласились, и хорошо. Тут рассматривать нечего. Я хочу рассмотреть пример, что вам отказали. По какой-либо причине. Ну, и эту тему я делю на два подпункта. Первое. Требования могут быть действительно справедливыми. И тогда надо просто посмотреть на свою жизнь. Если вам обоснованно отказали в опеке над приемным ребенком, то как вы будете устраивать свою или жизнь своего ребенка, да? Если после первой неудачной попытки желание не пропало, усыновлять, удочерять ребенка, то надо просто устранить все недочеты в своей жизни в согласии с законными и правильными требованиями органов опеки и попытать удачу снова. О чем я здесь говорю? Ну, первое, когда вы обращаетесь куда-то там в органы опеки, неважно, в своей стороне, в другой стороне, вам действительно могут отказать. К этому надо относиться правильно, со здравомыслием, со смирением, с терпением и просто проанализировать все те требования, которые вам предъявили. Они действительно могут быть справедливыми, законными, человечными, правильными, да? Потому что мы чуть что заступаемся за ребенка, что вот куда его там отдали в какую-то семью, да, в другую страну еще каким-то педофилом попал. То есть, с одной стороны, действительно, то, что вас изучают там под лупой, где вы работаете, сколько вам лет, там, сколько живете, там, семья полная, неполная, какие у вас там, может быть, мировоззрения даже, чем питаетесь. С одной стороны, как бы правильно, да? То есть, все это там органы опеки, попечения, все об этом должны как бы о родителях, в том числе, узнавать, как мы с вами уже сказали, что, по идее, конечно, и о ребенке должно быть все известно, и будущим родителям, опекунам, как угодно их назвать, наставникам, да, семье новой, и им нужна вся эта информация. Но точно так же органы опеки должны действительно изучать информацию все о родителях, да? Вот. И требования действительно могут быть законными. Потому что есть вещи, которые, да, мало ли, одного желания недостаточно, знаете, бывает, да. И поэтому надо посмотреть, действительно к вам могут предъявляться законные требования, там, какая-то площадь, там, что у ребенка, там. Я, конечно, не знаю сейчас, какие там все эти требования, в разных странах все уникально. Кто будет смотреть тому ролик, может жить в любой стране, даже русскоговорящий человек. Вот. Поэтому требования наверняка везде разные. Где-то должна быть там у ребенка своя комната, где-то достаточно какого-то угла. Может быть, готовы давать и с однокомнатной квартирой, если семья живет, и у ребенка будет просто свой угол. Тут уж я не знаю. Это надо все узнавать. Вот. Но, конечно же, все это рассмотрев, все эти требования, если вы считаете, что они действительно законные, или, может быть, они... Понятно, что требования там, что комната должна быть 50 квадратных метров, вы понимаете, что в таком государстве, я не знаю, в каком вы там живете, действительно, это требование, по сути, даже абсурдное, и, может быть, невыполнимое, и не каждая семья себе может позволить там себе хорошее жилье, хотя хоть какое-то оно есть, есть работа, там все обеспечение, но все-таки, да, ребенку там 50 квадратов выделить, да, такой возможности нету. Вот. А тем более, там, второго, третьего брать. Может быть, у вас есть небольшой частный дом, да. Ну, может быть, у детей, у каждого даже есть своя комната. И то, если вы, возможно, вы берете двух детей, возможно, это брат с сестрой, или близнецы, как говорят, они вообще сами, как говорят, любят быть вместе, да. Тем более, в зависимости от возраста. Если это маленькие дети, то они могут пока жить в одной комнате, там можно двухъяростные кровати ставить, да, причем по две штуки в одну комнату, где они просто спят. Есть общий зал, где они играются, есть улица, если у вас, тем более, частный дом, где они могут проводить время, да. Вот. И, в принципе, небольшой комнаты для спать того, чтобы, чтобы там чем-то поиграться, какой-то стол посидеть, творчеством там позаниматься. У них и так есть, да. Если они там хотят попрыгать, побегать, потанцевать, какой-то есть, может быть, общий зал просто, где все это находится. То есть, это настолько уникально, и, конечно, тут уж ничего не поделаешь, но, опять же, какие есть требования. Ну, может быть, можно их как-то оспаривать, или как-то говорить, что, понимаете, ну, как бы у меня тут два метра не дотягивает, может быть, где-то там 14 метров квадратных, а у вас есть комната 12 квадратных метров. 3 на 4 – это хорошая комната, я сам в такой вырос, причем с сестрой на одной площади жили, так скажем, в одной комнате. Ничего, выросли как-то, да, и ничего. Вот. Поэтому можно где-то и разговаривать, говорить, ну, мало ли, что у вас там по закону 14. У нас 12. Да. Ну, мы будем любить там этого ребенка, чего-то плохого-то. Можно же как-то эти все моменты обходить. То есть, вот так вот. То есть, требования могут быть, как говорится, и, может быть, они плавающие какие-то, и можно пытаться разговаривать, убеждать, или на какую-то комиссию этот вопрос выносить. Ну, да, есть небольшие несоответствия. Но на них же можно закрыть глаза. Ребенок не станет несчастнее от того, что кто-то решил по госплану, что у них там должно быть 14 квадратовная комната, да, ну, 16, 4 на 4, а у вас там 4 на 3 комната, 12 квадратов метров. Он от этих 4 квадратных метров не помрет и несчастливее не станет, да. То есть, эти требования хоть и есть, ну, возможно, они не такие жесткие, и в них есть место для того, чтобы двигаться куда-то, да. Может быть, есть вообще предусмотрено, что это индивидуальная комиссия решается, да, все эти вопросы. И прочие-прочие вещи, да, там количество детей, зарплата, да, может быть, там, ну, нужен один доход, а вы чуть-чуть не дотягиваете, да, вот, тоже, то есть, это, ну, мало ли, что там в законе. В законе прописали приблизительно, да, вот, но если у вас там пару тысяч не дотягивает, если там надо, чтобы у вас было там на всю семью, там, не знаю, ну, по современной мерке, не знаю, там, 50 тысяч дохода совместно всех родителей, а у вас там, может быть, 45 тысяч. Может быть, там официально работает, никаких у вас неофициальных доходов нету. Я не думаю, что из-за пяти тысяч вам откажут, ну, может быть, как бы сначала формально откажут, но все это надо выяснять, узнавать, пытаться разговаривать, возможно, даже на работе поговорить, сказать, что, вот, вы знаете, с работодателем поговорить, что вы не просто так требуете повышения, там, зарплат, хотя, может быть, вы давно хорошо работаете, вы можете сказать, знаете, я вот тут, мы тут с семьей, Работодатели разные, у нас разные фирмы, многие идут на встречу. Работодатель, узнав, что вы хотите взять приемного ребенка, вполне может вам поднять зарплату. В этом нет ничего такого, вы можете не то что потребовать, а попросить обратиться к руководству, сказать, вот так и так, нам не хватает 5000, вы можете поднять. Как бы я вот давно работаю, готова там на полчаса еще может быть задерживаться, да, вот можете поднять зарплату, чтобы мы там в эти рамки попали и все. Причем если там не хватает 5000, 2500 попросил муж у себя на работе поднять зарплату на 2 в виде премии там выписываться и 2500 жена допустим. И все, у вас вы влезли в норму, в официальную, без всяких претензий. То есть все эти проблемы возможно решать, да, пусть они может быть не совсем, их может говорить, ну что вы там уперлись, да, вот, но там тоже люди подневольные, есть закон там допустим в этих комиссиях, которые сидят в органах опеки и так далее, скажут, ну что мы можем сделать, мы же не можем себя подставить, потом какая-нибудь проверка и нас накажут потом, да, точно так же я лишусь работы и всего прочего. Поэтому тут приходится просто, как говорится, в рамках действующего законодательства действовать и вот так вот. Вот я вам просто несколько примеров привел, больше не буду. То есть есть действительно какие-то требования, они могут быть не совсем справедливыми, но они законные, да, уж такой закон придумали, и вы можете что-то сделать напрельце, чтобы этим требованием просто удовлетворить. Понятно, с человеческой точки зрения законы там одни люди сидели, придумывали, оторванные, может быть, от жизни всякие эти депутаты там или еще что-то, чиновники, ну придумали они такие, да, не 50 тысяч, а 45, но с другой стороны другому потом 40 тысяч, опять не хватит, если снизить до 45, и так можно снизить до 10 тысяч, но на них в семье не прожить, да. Поэтому тут, конечно, можно сколько угодно сетовать, можно что-то делать с другой стороны в жизни всегда, чтобы эти законы менялись, какую-то петицию написать, обратную связь дать, чтобы там это требование было снижено, если вы считаете, имейте там какие-то возможности, рычаги. Это уже отдельная тема. Ну, раз уж вы решили взять ребенка, то вот в такие требования нужно просто пытаться влазить, да, там вам могут предъявить, я говорю, ну ладно, последний пример, какое-то свободное время, сколько у вас, да, и так далее. Если там наличие может быть даже той же там какой-нибудь школы, детского садика в вашем этом, как вы все это будете, если вы там живете, может где-то на отшибе, да, любите какое-нибудь уединенное житие, где-то там живете в селе, вот, может быть там тоже есть какие-то критерии, что должна быть школа там где-то рядом, да, или может быть, опять же, домашнее обучение, да. Сейчас мы потихоньку переходим к теме Давайте на домашнее обучение закончим Оно такое среднее, да Но может быть и справедливым, и несправедливым Вы, допустим, говорите Потому что второе, давайте я вам сразу второй пункт зачитаю То есть второе, это когда требования Могут быть несправедливыми Противоречащими вашей жизни Убеждениям Тогда вы свободны от морального долга Взять попечение приемного ребенка И можете с чистым сердцем рожать своих Ну или вообще не заводить, как это говорят, детей То есть еще раз Требования может быть справедливыми А может быть несправедливыми Когда вы обращаетесь в эти органы опеки И вам выносят решение Доверить вам ребенка или не доверить Так вот возьмем для примера сейчас переходное такое Это образование Люди, которые берут детей Не обязаны Может быть они исповедуют то, что это сейчас Общее образование, которое у нас есть Я вот к таким отношусь Считаю, что все это Тупизма Бессмысленная Вот эти вот Когда там детям в голову Что только не вбивают Я уже молчу, что сейчас всякие там эти вопросы О важном и так далее Да и вообще многие предметы Я считаю моему ребенку На данный момент не нужны Я считаю, что он должен по-другому развиваться И может быть даже какие-то классические предметы Которые там Я считаю, что конечно Мой ребенок должен их знать Мой приемный Вот, но я ему либо сам эти там знания Имея там возможность Может быть образование, аккредитацию какую-то Да И он также получит там какую-то корочку Ну либо буду отдельно каких-то учителей нанимать А может у нас какая-то есть община Где мы там отдельно своих детей обучаем То есть Но опять же, насколько я знаю Я буду сейчас говорить за Россию В которой я волей-неволей живу Да Вот И конечно же Насколько я понимаю Так как у нас домашнее образование Не вне закона пока Слава Богу То и вряд ли у органов опеки Есть какой-то Я предполагаю Я не знаю Что я так глубоко не вникал Что там Ваше такое убеждение Что домашнее образование Это лучше Правильнее будет для ребенка Да Какое-то Вот Ну или там какой-то Малообщинное такое Где у вас там Несколько детей отдельно Вы там нанимаете кого-то Что это может быть препятствием Для усыновления Удочерения там Приемного ребенка Потому что это Я говорю Если это не вне закона То вы имеете право На такие свои убеждения Это очень важно Да Вот И поэтому Об этом надо просто Заранее говорить Смотреть Если вам отказали на этом праве Если у них как бы Вам тоже должны Все это аргументировать Почему вам отказали Если какой-то другой закон Через который читается И вот то что Вот вам нельзя Вот так вот дать Ребенка Это все должно быть Тогда где-то Потому что у нас Все это стараются Как говорится Как в любой стране Что-то там прописать В этих требованиях То есть вам должны Сослаться на конкретно Какой-то там Закон Подзакон Какой-то там Расшифровку Комментарий Там верховного суда Не важно Но на что-то вам должны Сослаться Что вот Вот так Вот так Вот Да Может быть Те кто еще Своих детей родил Они там имеют право На такое вот Домашнее образование А те кто все-таки берет Вот не имеет Если об этом нигде не сказано То вы имеете право Полное И вы в этом Вот у вас такие убеждения Вы имеете полное право И как бы отстаивать И говорить Что ну понимаете Нигде нету А я так хочу Какая разница Это мой ребенок Или приемный Да Я же и приемному Желаю счастья Хочу чтобы вот так вот А я считаю Что вот наше образование Оно вот Такое вот Неправильное Да Ну и что же Что я беру еще и приемного Ребенка Это не значит Он должен теперь Растелиться От всех своих убеждений Отказаться Да И просто для того Чтобы вот у меня Был рядом ребеночек Который я якобы люблю Так если я люблю Я желаю ему самого лучшего Я считаю Что лучшее Это домашнее образование Вот и все Вот так вот аргументировать Как я говорю Вы имеете полное право Да Это делать Ну и опять же Вторая сторона Что действительно Вы в этом убеждены Но допустим Предположим Что закон Вот именно запрещает Давайте детей Доверять детей В приемные семьи В приемную семью Отдавать Если вот она Вот таких вот убеждений Ну тогда Как я вам сказал Второй пункт Неважно Вы может быть Христианином А считают Что Может быть у нас закон Или где-то будет закон Что христианам нельзя отдавать Может быть Это мусульманская страна Да А вот христиане пришли А там засилие мусульманства И в тех же самых органах опеки Сидят мусульмане Женщины Мужчины И может быть Даже есть закон Что Так как засилие Мусульманство Что вот нельзя Вот так делать Или наоборот Где якобы там Христианство И засилие христианства Что оно якобы Вот нельзя там Мусульманам давать Детей Да И с приемом семьи Чтобы из них Мусульман там не делали Может быть такое А вы Действительность Вы Как это говорят Религиозный Убежденный человек Там Христианин Не важно какой Там католик Православный Протестант Сегодня Это не имеет Никакого значения К нашему разговору Может быть Там мусульманин Буддист Иудей Да И вам действительно Говорят Вот так как вы Не атеист Да Там Не религиозных Имеете какие-то Религиозные убеждения Твердые убеждения Да И может быть При опросе Вы говорите Что да Я и ребенка Этого приемного Собираюсь Вот в этих вот Убеждениях Ему прививать В них Вы его воспитываете И так далее И вот вам отказывают То опять же Если это законно Да И в законе Где-то это прописано И так далее Ну тогда вы просто Свободны Потому что Брать ребенка Знаете И каким образом Во-первых Вы просто Своей жизнью Даже если вы скажете Что вы ни слова Не будете ему Так скажем Теорию там Проповедовать Да Читать Евангелие Рекомендовать его Читать там О Христе Не будете рассказывать Или там В исламе О Мухаммеде Чего-нибудь Коран читать И так далее Но вы своей жизнью Все равно Будете ему Проповедовать Свидетельно Потому что Вы будете Жить этой жизнью Вы сами Читаете Евангелие Вы проповедуете Ваших семьях В гостях Разговаривают Об этом Так что Вольно-невольно Все равно Ребенок Будет это Видеть А по сути Значит Это такая же Проповедь Тем более Своей жизнью Даже Да Ну и слова Он все равно Будет слышать Когда вы будете С кем-то Общаться И так далее Поэтому Конечно же Вам вот Говорят Вот отрекитесь От таких вещей Да Такие как я Вот веганы Да Те же самые Вам говорят Что нет Вот нельзя Ребенка Не кормить мясом Конечно Как вы можете Взять ребенка Если вы Убежденный веган Против насилия Эксплуатации Убийства Животных И что вы Возьмете ребенка И будете Теперь трупятину Покупать Или сами Убивать животных Начнете Да нет Конечно Вот Вы можете Попытаться Убедить их И тем более Если нет Допустим Законного Прям Основания Детей Потому что Они их не будут Там Мясомолочными Продуктами Продуктами Животного Происхождения Кормить Да Вот Если такого Закон нет То вы имеете Во-первых Право Попытаться Побороться Опять Я говорю За свои права Сказать Что это Какое отношение Имеет Да Я верю Что дети И можете Доказать И можете Попытаться Веганство Скажем Проповедовать Сказать Что вот Есть Медицинские Ну Там Не столько Пропуют Сколько Надо будет Действительно А они Есть Собрать Доказательства Где Говорится Исследование Медицинские Что Растительное питание Такое же Здоровое И не вредит Ни Женщинам Как на лекарствах Знаете Пишут Да Безвредно Если там Такие Лекарства Общего Или какие-то Витаминки Общего пользования Что пишут Что не вредно Там Ни детям Ни беременным Даже там Женщинам Да Вот То же самое Вы можете Просто комиссию Попытаться Убедить Что вот Веганство Такое же Здоровое Питание Здесь даже Не можете Ну А не Обязательно Скать Об этической Морально Как это говорят О душевной О любви Об этой составляющей Это однозначно Но потом Все это подкрепить Темой Вот здоровья В общем-то За которую Как бы вам и будет Предъявлять Они не будут Говорить Что мы против Что вы там Как бы Любовь к животным Проповедовать Но вот здоровье Он же без мяса Пропадет Белка не будет Да Он весь будет Рахитом ходить Вот Вы можете уже Именно вам Будет на здоровье Давить Вы естественно Эту тему Должны будете Опровернуть А любви Искать надо Обязательно Будет Конечно же Но в ответ Им надо будет Долбить Именно что Вот доказательство Полнован Веганов Спортсменов Есть полно Семьей Семей Целых поселений Веганских Живут же люди И ничего Вегетарианцы Миллионы И по всему миру Детей своих Такими же Растят Да Так что Вот так вот То есть Опять же Попытаться Побороться Но если Это противоречит Вашим Таким жизненным Убеждениям Это образ Ваш жизни Каким образом Вы сможете Взять этого Ребенка Вы что будете Откажетесь От этого Тем более Я говорю Когда вы Решили Взять Приемного Ребенка Ведь вы Воспитывать Его будете Как своего А своим детям Муж точно Желаем Счастья Как говорят А какое же Это счастье Если вы будете Воспитывать его В духе мира Лежащего Возле Конечно Это будет Неправильно Вот А телесно Помогать Мы с вами Об этом Сейчас Еще в третьем Разделе Перейдем Вы можете И так Тогда Прямо Детдом Просто Жертвой Помогать Чтобы Просто Плоть Этого Ребенка Кто-то Подпитывал Если вы На него Никак Не будете Воздействовать Духовно Никак Его не Воспитывать Не проповедовать Ему Истину Какой Смысл Тогда Их Брать Семью Можно И так Их Помогать Одевать Обувать Кормить И прочие Вещи По поводу Просто На своем Пример Расскажу Я когда Вам уже Говорил Что я Об этом Конечно же Всегда Думал О приемных Детях Самого Своего Сознания И об этом В прошлом Видео Рассказал Свою историю Что я Всегда Об этом Думал Говорил И самой Своей первой Девушке Которая У меня была Там 18 лет Я Тоже Сказал Об этом Что если Мы что-то И будем Когда-то Задел Сначала Должны Взять Своего Как я Сказал Я уж Не помню Прямо Ее Такую Реакцию Дословно Так Скажем Ну Неплохая Нехорошая Так Скажем Да Вот Ну и Потом Мне сейчас 41 Да Прошло Сколько Лет Сколько Я Не Или Вот Так Скажем Были У меня Еще Пару Отношения Потом В жизни Так Скажем Как Постоянных Серьезных Вот Я со Всем В этом Говорил И Когда Я Стал Еще Естественно Проповедовать Все Это Когда Покаялся Моя жизнь Изменилась Когда Стал Проповедовать Стал Очень С большим Количеством Людей Так Скажем Общаться В том Числе И На Эти Тем Я Всегда Поднимал Как Я Говорил Что Мои Убеждения Разделяли Ну Единицы Если Так Можно Сказать А Точнее Практически Никто Вот Но Я всегда говорил Что Сначала Надо Взять Обязательно Приемного Ребенка А потом Рожать Своего И Пока В мире Столько Детей Нуждающихся В нашей Любви То Какой Смысл Рожать Своих Ты Просто Любишь Себя Самого В этом Ребенке Ты Не Этого Ребенка Если Ты Просто Любишь Детей Если Ты Просто Дорос До этого Если Родительский Инстинкт В тебе Воспылал Что Ты Готов Дарить Время Свою Ну Любовь В общем Словом А так Это Время Внимание Деньги И все На свете Этому Маленькому Существу Которое Будет Возрастать На твоих Глазах Благодаря Тебе В том Числе Или Прежде Всего То Какая Разница Какому Ребенку Это Дарить Если Ты Действительно Любишь Детей Вообще Я Поэтому Сегодня Так Тему Назвал Это Не Имеет Никакого Значения Так Вот И Был У меня Период Лет Пять Назад Наверное Где-то Как раз Я Решил Думаю Ну А Почему У меня Как Одному Мужине Никакой Семьи Создавать Не Хочу Вы Знаете Я Проповедую Свободу В любви В брачной Любви Так Называемой В том Числе Вот Я Пытался Узнать Ну И Узнать Прям Серьезно Можно Ли Там Мужине Взять Оказалось Это Практически В России Невозможно Там Один Или Два Прецедента Кому-то Дали На Сайте Государственных Сайтах Где Там Все Эти Документы Выкачаны Там Пару Страниц Для Женщины Даже Одинокой Женщине Без Проблем Дают Усыновить Удочерить Ребенка А Для Мужчины Там С кроллом Крутишь И До Бесконечности Я Даже Прочесть Не Смог Там Какое-то Нереальное Количество Всего Надо Оформить Будет Оформить Всех Психологов Проходить И Дело Не в том Что Тебе Слупы В попу Лазают Во-первых Там Просто Клише Я Уже Говорил О том Что Если Мужчина Берет Ребенка Это Педофил Сразу Это Прям Читается Прям Между Строк Во всей Действительно Это Все Из-за Этого Почему Так Я Понять Не Могу Как Будто В Гетер В Полноценной Семье Где Люди Рожают Детей Или Берут Ребенка Это Делает Не Один Мужчина А Мужчина Женщина Гетеросексуальная Семья То Почему Там На Мужчину Не Смотрят Как На Педофила Там Он Отец Пусть Даже Не Родной А Приемный А Если Мужчина Один То Он Сразу Педофил Это Какая-то Шиза В Обществе Просто Это То Самое Что И Гомосексуализм С Педофилией Я Об этом Много Раз Говорил На Одну Ступеньку Ставить Такой же Бред Здесь То Самое Если Взрослый Мужчина Решил Взять Приемного Ребенка То Он Сразу Педофил Причем Не И Значение Мальчика Ты Возьмешь Девочку То Ты Просто Будешь Либо Гомопедофилом Либо Гетеропедофилом То Если Ты Будешь Педофилом Это Клише Я Конечно Обалдел От Этого Когда Читал То Удивительно Причем На Каком Основании Вообще Непонятно Ни Практики Нет То То Именно Это Клише Вначале Аксиому Положили Ложную Никому Мужикам Детей Не Дают Да И Все И Клише Это Навесили И Сделали Его Аксиомой И Как Результат Навешивает Его А Доказательств Этого Никаких Нет Потому Что Даже Практики Нет Установления Одинокими Мужчинами Я Конечно Не Сомневаюсь Что Там Желающих Немного Таких Как Я Вот Но И Как Говорится Даже С Желающими Видимо Никому Их Не Дают Ну Плюс Такого Как Я Понял Что Там Просто Не Дадут Потому Что Опять Ж Одно Из Главных Требов Это Материальные Все Эти Вещи Кто Знает Мою Жизнь Я Не От Мира Сего Живу А Б Как Последние Десять Лет Я Проповедую Нет У меня Постоянного Дохода И С Жильем В общем Все Но Тут Недавно Кое Как Обустроилось Все У меня Немножко Но Опять Кто Знает Современную Стату Сейчас В тюрягу Сажают За Антивоенную Деятельность Понятно Я Просто Понял Что Это Не Мой Путь Я Все Это Почитал Ты Должен Классическим Человеком Который Весь В татуировках С ног До Головы Веганы Прочие Вещи А Сейчас Ты Скажешь Что Ты Пацифист Скажешь А Как Прочий Дребедень То Конечно Как Таком Как Я Дадут Получается Вот Такая Дилемма С одной Стороны Такой Как Я Мог Взять И Воспитать Нормального Ребенка В здравом Сознании Чтобы Он Вырос Человеком Но Дадут Тому Кто Готов Зиговать И Лизоблюдствовать И Все Туфли Режиму Целовать Но Зато Вот Он Будет Трупятинкой Накормлен Да Потом Будет В садике В пилотке Маршировать И прочее Вот Это Вот Вся Дерьмовщина Которая У нас Повсюду Ну Вот Так Вот Поэтому Видите Тут Вот Так Давайте К Следующему Разделу Это Необычные Дети Каждый Раз Когда Я Употреблял Я Сначала Почитаю Потом Своими Словами Поговорю Каждый Раз Когда Я Употреблял Слово Ребенок Или Дитя Ибо Конечно Абсолютно Здоровых Людей Детей Не Бывает Мы Просто Как Говорят Все Недо Обследованные Но Дед Дома Переполнены Детьми С разными Степенями Болезни Души И Тела И Конечно С Такими Детьми Бывает Просто Невозможно Справиться Одному Или Паре Человек Ну Как Бо Семья Да Там Зачастую Таким Детям Нужна Коллективная Любовь Большого Количества Людей Которую Все Мы По Возможности Должны Проявлять И Безусловно Не Стоит Взваливать На Себя Такую Ношу Которую Мало Кто Может Понести Индивидуально О Необычных Детях Давайте Поговорим Подробнее Это Грубое Деление Но Давайте Его Все Ж Сделаем И Разделим Эту Нелегкую Тему На Две Части Ну То Первое Небольные Дети Они Обычные По поводу Взятия Таких Детей В приемную Семью По печенью О них Это Конечно Же Отдельный Серьезный Разговор Это Все Очень Уникально Я Поэтому Говорю Все Это Очень Общими Словами Общими Мыслями И Тем Более Хорошо Говорить И Советовать А ты Сам Это Сделай Потому Что Действительно Человек Который Нездоров Это Кстати Касается Какая разница Взрослых Людей Когда Мы Кому Помогаем Взрослым Человек Когда У него Какие Проблемы В жизни Появились Мы Все С вами Завтра Можем В любой Момент Стать Инвалидами Из-за Работы Несчастные Случаи Автомобильная Катастрофа Еще Что Ты можешь Завтра Стать Психологическое То же самое Здоровье У всех Разное Мало Каким Образдом Его Могут Подорвать И у человека Крышняк Поедет Все То же Самое Касается И старости Об этом И в прошлом Видео Говорил И в этом Ну Чтобы Уж Все Это Не Распыляться По поводу Старости И любви Уже Детей К престарелым Родителям Я Отдельный Ролик Буду Писать Последним В этой Теме Вот И Поэтому Действительно Мы С трудом Бывает Справляемся С Обычными Детьми Со Здоровыми Ну Я Уж буду Употреблять Так Это Слово Все Рано Больные Здоровые Никуда От этого Не деться Но Вот Видите Так В тексте Я стараюсь Мне нравятся Такие слова Они Не обидные По сути Правильные Ну Конечно Смысл Приходится Расплачиваться Смыслом Да Вы понимаете О чем Идет Речь Так Вот Действительно Я Знаете Я Сам Я Как бы Не сталкивался Как я Уже У меня Как бы Вообще Детей Нету Да Даже Здоровых Так Скажем Обычных Да Но Я Это Вижу Я Человек Я Всегда Говорю Несмотря На то Что Мы Какой Тема В этой Жизни Мы Не Можем С вами Все Знаете Пройти Наркоманию Там Чтобы Не Рассуждать Наркоманию Это Хорошо Или Плохо Это Не Обязательно В жизни То же Сам Кидать В меня Камни За То Что Я Поднял Семейную Тему Сам Не Являюсь Там Несемейным Или Детскую Тему Не Являюсь Отцом Да Это Конечно Неверно Потому Во-первых Я Сам Когда Был Ребенком И Когда Мы Рассматриваем Тему Детей Родителей Во-первых Нормальные Родители Всегда Смотрят А Каким Я Был В детстве А Что Я Думал О Родителях На Другую Сторон Себя Не Забывая Ставить В той Шкуре В которой Ты И Был Во-вторых Мы Все С вами Живем На Одной Планете Я Не С Марса Прилетел Вы Такие Как Я Я Такой Как Вы Мы С вами Чувствуем Одинаково Мыслим Одинаково В Общей Форме Вопрос Что Мы Сбираем Мы Все С вами Осознаем Что Добро Что Зло Вопрос Что Мы Выбираем Это Очень Важно Вот И Поэтому Я Просто Из Личных Наблюдений Именно Когда Я Столкнулся Особенно Из Каких Близких Мне Людей Я Увидел Таких Детей И Физически Инвалидами У меня Был Такой Кто Знает Я Сам Помогал Таким Некоторым Мы Там Собирали Сборы Делали Вот Я Видел И Физически Таких У меня Был Такой Опыт И Психологически Так Здоровый Но Как бы Непонятно Вообще Он Осознает Что Он Вообще Человек Или Нет И Наоборот Я Видел Может Там Внутри Даже Как Говорят И Вообще Живой Осознающий Человек Все Но Он Обездвижен Практически Да Вот Он По Каким Причинам Не Шевелится Мож Сказать Да Одна Голова Еле Крутится Все Остальное Прикованное К Ни Один Ни Два Когда Я Стал Проповедовать По интернету Все Это Общаться Когда Я Все Это Видел Собственными Глазами В том Что Там Скайпе При беседах Просто Когда Мне Словами Рассказывали Я Так Человек Я В принципе Могу И Отплох Понять Мне Не Надо Все Это Вот Какие Тоже Фильмы Смотрел Я В эти Темы Тоже Вникал Я Люблю Все Здесь То же Самое Я Когда Такое Смотрел Я Всегда Удивлялся Особенно Когда У меня Было Личное Общение С такими Причем Дружеское Общение Я Много Чего Понаслушался И Мне Хватило Создать Такое Своё Впечатление О том Что Это Беда Это Очень Тяжело У кого Свои Рожденные Дети Такая Беда Постигает Это Конечно Очень Тяжело Это Просто Невыносимо Вот По сути Все Они Пользуются Посторонними Услугами Еще Какими То Слава Богу Что Люди Создают Какие То Такие Центры Какие То Специализированные Вот Эти Детские Сады Школы Внеклассные Там Группы Дома Там Как бы Помощь Или Что То Знать Когда Вы Можете Ну Когда Вам Даже Просто Нужно Что То Отлучиться Или С вами Самими Что Происходит Мы С вами Все Родители Тоже Не Железные А Как раз Наоборот Уже Тоже Взрослые Может Даже Престарелые Тоже Есть И болячки И проблемы И кладут В больницу И бывает Не на кого Таких Детей Оставить И более Того Вот С такими Разными Вот этими Видами Там Болезни Души И тела Не Каждая Знает Как Обращаться То С Необычными Детьми Вы Не Можете Просто Е Там Его Отвести К бабушке К дедушке Если Они Ими Не Занимались До Этого Не Знают Как С Ним Обходиться Вы Даже Вам Даже Не На кого Оставить Этого Ребенка То Есть Вы Мне Одна Сестра Во Христе Так И Сказала Я Ее Тень У Который Вот Такой Ребенок Был Необычный Я Ее Тень Я Просто Нести Во Перв Какая У Нее Самой Жизнь В Этом Пламе Несчастная И Насколько Это Действительно Вот Так Вот И Есть И По сути Отдать Этого Ребенка Можешь Только Туда На Какое То Время По Причине Я Нужна Тебе Помощь То Ты Опять Можешь Отдать Только Специализированное Место Да Вот И Поэтому Все Это Очень Тяжело И Поэтому Я Тут Говорю Вы Знаете Это Великий Подвиг Конечно Только Великая Любовь Может Толкнуть И Вера В Бога Как Я В принципе Тоже Выше Сказал Что Раньше Сказал Что Действительно Вообще В жизни Без Веру Тут Вообще Любой Тема Касается Без Веры Упования На Бога Что Он Творец Всего Он Всем Управляет И Все Что С Здесь Тоже Самое Это Нужна Только Нереальная Вера В Бога Его Любовь Его Всемогущество И Собственная Конечно Любовь Чтобы Брать Еще Не Просто Обычных Детей А еще И Необычных Заранее Зная Что У них Такие Такие Проблемы Это В моей Главе Это За гранью Почему Потому Что Я сам Это Опытом Не Не Сделал И Не Знаю Насколько Это Все Тяжело Невыносимо Вот Но Я Перед Такими Людьми Сам Лично Преклоняюсь Да Кто На Такие Дела Идет Кто На Такие Дела Решается На Такие Поступки На Такую Жизнь Жертвенную Вот Для Меня Это Люди Кумир И И Идеалы И Совершенство Любви И Кумир Просто Да И Предмет Преклонения И Поклонения Вот Так Что Вот Так Вот Давайте Так Я вам Сказал О Необычных Детях Давайте Поговорим Подробнее Это Грубое Деление Но Давайте Все же Сделаем Разделим Эту Нелегкую Тем На Две Части Это Дети С Физическими Недостатками Тела И С Душевными Недостатками Как я вам Сказал Вы Сами В жизни Понимаете Все Наши Деления Мы Их Хоть И делаем Но По сути Порой Отделить Вообще У нас Душевное От Телесного Не так То Сильно И бывает Отделяется Мы Если Страдаем По телу У нас И душа Плачет Когда мы Себе Молотком По пальцу Стукнули И наоборот Когда нам Плохо Душевно Нас Кто-то Обидел Кто-то Бросил Что-то Случилось Да То У нас И тело Хандрит Да Если Мы Находимся В депрессии В апатии Там Или Еще Что-то В стрессе В нервиках И так далее У нас И по телу Идут Страдания Да Всякие Разные Реакции Бывают Слабые Или сильные Организмы И так далее Так что Это грубое Деление Все это Бывает Очень связано Но Все равно Так Скажем Чисто Формально Поделим Да Это дети Потому что Ребенок Которого Физический Какой-то Недостаток Да Вот Какая-то Болезнь Он будет И душевно Страдать Это Даже Не прямо Не связано С психикой Да Ну грубое Ребенок Я не знаю Без ноги Или без ног Он инвалид У него Будут все равно Душевные Переживания Терзания Это будет Целое Испытание Жизнью Особенно В мире Лежащем Во зле То есть Вы будете Не только Восполнять Его Телесный Недостаток Да Что он Не может Там сам Ходить И вы будете Все для него Делать Но У него Будут Проблемы И психические Потом Тем более Чем он Будет Раньше Родить Все вокруг Играют Дети Он Не может Играть Все вокруг На дискотеку Ходят Он Не может Ходить Все идут Работать Обеспечить Себя А он Не может Этого Сделать Даже Грубо говоря У человека Начинается Что Внутренние Проблемы Психические Поэтому Это Все деление Конечно Формальное Это Как бы Мы Делим По первопричине Просто Да Что у него Физический Недостаток Но Это Потянет Однозначно И Все Физические Как я Сказал Какой Аутизм Допустим Да Это Как бы Душевный Назовем Недостаток То есть Человек Непонятно Как себя Сознает Но Это Тянет За собой И психические Проблемы И телесные Ребенок Может Самовредительством Заниматься И Он Случайно Специально Как это Говорится Кто В эту Тему Я Своими Глазами Так Скажем Увидел Да Вот Поэтому Это Как бы Просто Первая Причина Но По сути За ней Вагончиком Туда Все Катится Потом Итак Дети С физическим Недостатком Тела Взять На себя Заботу О таких Детях Большой Подвиг Эти Дети Нуждаются В большой Заботе И Времени Им Посвящаем А Врослением Будут Нуждаться И в Попечении Об Их Тушевном Состоянии Когда Злоба И отвержение Мира Будет Первое Так скажем Это все Таки Лучше Чем Второе Потому Что Если У ребенка Какая-то Физическая Недостаток Да То Несмотря на то Что он За собой Как мы уже Сказали Потянет Все равно Психологические Проблемы Из-за Злобы Отверженности Мира И он Все равно Будет На себе Испытывать Кривые Взгляды Непонимания Насмешки Злыми Людьми Да Издевательства Это все равно Будет На него будет давить Даже если Весь мир Будет любить Все равно Он будет Чувствовать себя Неполноценным Он не может Делать то Что делают Нормальные Обычные люди Это все равно Будет себя давить На такого человека Но все-таки Знаете Когда у человека Физические Недостатки А все остальное В порядке Внутренне Он полноценен Душевно Это будем С вами называть То я считаю Что это Ступень полегче Чем вторая Когда У нас Так называемые Болезни души Я под душой Подразумеваю Все вот это Внутреннее То же самое Аутизм Это грубо говоря Болезнь души Я не знаю Как я Вы поняли Ну все что Вот невидимое Да То внешне Наоборот Этот человек Как будто Абсолютно здоров Я видел этих детей У них все нормально Да Он смотрит Ходит Что-то там Как бы Ну пусть не говорит А мычит Как бы эмоции Правляет Но физически У него все есть Да И он как бы Мог бы Сам себе там Попу подтирать И в туалет ходить Но он вместо этого Берет Все это на все стены Там мажет Да Вместо того Чтобы просто там Подтереть Бумажкой попу И в унитаз Там спустить Да Он это начинает Руками делать И по всей стене Размазывать Физический то он здоров А внутри то там Непонятно что Вот И конечно же Поэтому Забота о детей С физическими недостатками Конечно же Легче чем Забота о детях Вот С душевными Недостатками Вот этими Тут То есть Тут тоже Разная планка Кто-то может быть Способен будет Взять вот такую Вот планку Да Такую Такую Вот Рубеж После вот Обычных детей Мы с вами Идем Так по ступенечке Что второй Конечно этап Это взять детей С проблемами С какими-то там Вот Физическими Да Это тоже Это планка Выше чем взять Обычных детей Но все-таки Это еще и не та Где с психологическими С физическими Я убежден Что в принципе Если вы тоже Физически это тянете Родители Да Потому что Конечно Это уже необычный ребенок Ему много нужно будет Заботы Его просто Так одного Не оставь Уже Потому что Кто-то Нужен Если уже Обычного ребенка В каком-то возрасте Может сказать Ему и самому Там Из холодильника Что-то достанешь Поешь Там и так далее То у ребенка С физиологическими Какими-то Недостатками Может быть Проблема С этим Элементарная вещь Казалось бы Где с обычными Детьми Это можно будет Ему уже доверить Сделать То здесь Вы опять Будете нужны А значит Больше времени Нужно уделять Этому ребенку Но здесь Я убежден Что здесь С этим Может справиться Конечно же И один человек Ну как мы С вами поговорили Мужчинам Вряд ли кто-то Это все доверит Вот Но женщинам Одиночкам Все-таки Дают усыновлять И удочерять детей И поэтому Может быть Даже с неполноценной Может быть Она там Бизнесвумен И как я говорю Уже И опять же С физиологическими Может у нее есть Там деньги Квартиры Она может взять Такого ребенка И время И пусть он даже Там работает Бизнесом занимается Или пусть там На себя работает Но хорошо получает Все есть Условия И ребенка С физиологическими Недостатками Я говорю Можно будет всегда Найти помощника И в дом Потому что Тут ничего такого Сложно Тут не нужно О том О чем мы будем дальше Говорить Где с душевными Недостатками Ребенок С физиологическими Вам просто нужен Обычно Тоже нормальный Человек Это может быть Любая там Няня Вы можете В любое Ну понятно Что там Желательно Не в общий Может быть Тоже там Детский сад Отдавать А в какой-то С особыми Детьми Но все-таки Если даже Оставить этого Ребенка Кому-то Бабушке Маме Или пригласите Домой Соседа Даже соседку Попросите Посидеть Или К ней Отведете Она Сможет Это сделать Потому что С ребенком С физическими Недостатками Он уже Обычный Он все Там Понимает Ему просто Нужны физические Помощи Вот и все И это может Оказать Любой Человек Поэтому Забота О таких Детях Да Будет Требеть Большего Внимания С годами На вас Ложится Бремя Открыть Ему Вот эту Истину Что То испытание Которое Ты проходишь Когда У нас Психически Эти проблемы Из-за того Что он Неполноценный Это Можно Донести До ребенка Все это Помочь Вырасти Этому Человеку Как раз Да Психически Здоровому Уравновешенному Открыть Ему То что То есть Ты проживешь Правильно Эту жизнь Даже Вот в такой Ты тоже Можешь Чего-то Добиться Главное Познать Истину И все Дальше Быть Добрым И все Будет Ты можешь Любовь Даже Эротическую Там Испытать Допустим Если у него С этим Там И таких Проблем И прочие Вещи Все Может У тебя Тоже Быть И вообще Может Быть Там Такой Недостаток Что В принципе При вере В Бога Может Ты Переться На Библию Сказать Что Может Бог Вообще Тебя Поставит На ноги В какое-то Время Может Ты Для Славы Божьей Таким Родился Или Слепым Или Глухим Или Немым Вы Вспомните Иисус Все Это Открывал Очень Слепым Отверзал Уста Немым Да И давал Слух Глухим Все Это Бог Может Сделать И Вы Реально Можете Своему Ребенку Этому Приемному Говорить О том Что В принципе Будем Верить И Бог Может Это Чудо Сделать Для Славы Божьей Для Своей Славы Вполне Такое Может Быть Это Конечно Можно Делать И С Душевной Недостатками Но Опять Как Понимаете Уже В этом Ребенок Не Сможет Принимать Участие Он Не Осознает Это Только Вы Можете Молиться Верить Душевными Недостатками Детьми Это Где-то Посерединочке Я бы Допустим С физическим Недостатком Я бы Взял Ребенок Тоже При всех Возможностях Для меня Это Не Еще Что Кто Тебе Будет Помогать Это Может Какие Специальные Учреждения Может Это Какие-то Нагрузки Надо Делать Какие-то Упражнения Отвозить Вот Такое Все Эти Условия И Такой Как Я Я могу Пытаться Этому Ребенку Уж Кто Не Такой Как Я Смог Бо Ему Истину Открывать И Говорить Что Все Будет Хорошо Жизнь Короткая Вот Так Пролетит Главное Достичь Небесного Царства Там У тебя Будет И руки И ноги И слух И зрение Чего В этой Жизни У тебя Нет Можно Живые Примеры Показать Типа Ника Увича Человека Без ног И без рук Проповедника Христианства Который Говорит Что он Счастлив И Жена Есть И дети Вот Примеры Такие Есть Ты можешь Своему Ребенку Показать И Вот Так Ему Эту Жизнь И В этой Жизни Ему Помочь Для Меня Об Это Не Было Проблемой Я Про себя Говорю И тут Не Просто Слова Я Реально Понимаю Что Внутри Я На Такое Готов В этом Вообще Не Вижу Ничего Такого Да Сюня Даже Какие Срывы Будут Иногда Опять же Я Ему Не В голову Буду Вбивать А Буду Просто Об Него Зависит Да Вот А вот С душевными Достатками Знаете Когда Я На Это Смотрел Со Стороны Вот На Такие Семьи У Кого Такие Вот Проблемы Я Я Вообще Так Сочувствовал Этим Родителям И Я На Себя Знаете К себе Примерял На Семь Десять Там Пятнадцать Лет Шестнадцать Двадцать Мы Спокойно Общались На Все Эти Темы О Физических Недостатках И Все Бы Это Переходили Перебарывали Но С ними Можно Общаться Силой Слова Даром Слова И Все Это Разжевывать Все Это Понимать А Вот С Детьми Типа Аутизма Я Этого Насмотрелся У У Был Такой Пример В Жизни Да И Я Вообще Я Просто Я Готов Жизнь Был Свою Отдать Чтоб Все Прекратилось Если Можно Было Чтобы Родительница Не Страдала Чтоб Ребенок Был Был Спасен Освобожден От Этого Недуга Это Что То Вообще За Гранью Для Меня Это Что За Гранью Я Честно Даже Не Представляю Как С этим Можно Жить Ну Как До Сих Пор У меня Там Разные Есть Недуги Да И Конечно Кому Со Стороны Кажут Как Я Там В Аду Жил Но Это Конечно Это Очень Сильно Давайте Прочитаю Что Я Здесь Написал Это Дети С Душевными Недостатками Вторая Группа Не Знаю Под Силу Ли Вообще Одному Или Паре Человек Взять На Себя Заботу Таких Детях Когда Такие Дети Находят В Специальном Учреждении То Им Может Оказываться Более Правильная И Должная Помощь Ибо Люди Которые Там Работают Опытные И Многочисленные И Это Очень Важно Ибо Нести Бремя Такой Заботы И Любви К Таким Особенным Детям Временами Может Становиться Невыносимым И Взаимовыручка И Поддержка Персонала Друг Другу Играет Здесь Огромную Роль Смотрите Я О чем Говорю Что Я Вот И Просто Когда Я Общался Со Своей Близкой Близким Родным Человеком И Вот Это Все Видел Как У Нее Это Происходит В Семье И Что Они Все равно Пользуются Есть Вот Эти Специальные Какие Учреждения Их Там Школами Называют Не Суть Важно Или Просто Учреждения Детсады Где Вот Такие Дети Типа Аутизм И Прочих Вещей Всех Я Видел Какая Это Помощь И Поддержка Да И Я Вот Тогда Стал Задуматься Сейчас Вам Все Это Вываливаю Свои Мысли Переживания Что Действительно Таких Учреждений Должно Быть Много И Вы Знаете Даже Я Глядя На Все Это Я Понимал Ну Час Я Может Быть Справился Ну Два Если Мы Вот С вами Люди Таких Было Учреждений Много И Мы Были Там Действительно Все По Какому То Они Были В Шаговой Доступности Где Туда И Мы Могли Все В Этому Участвовать Каждый На Себя Как Павел Хорошо Сказал Носите Тяготы Друг Друг Каждый На Себя Взять Какую То Долю Заботы Час Этого Времени Может быть Таким Способом Это Было Облегчало Потому Что Вот Так Сутками Одному У кого В семье Такое Горе Сваливается Я Вообще Не Представляю Как Они Вывозят Я Знаю Что Они И Не Вывозят Некоторые В том Плане Что О том Чтобы Свалить Отсюда Покончить Жизнь Самоубийством Как Это Выражаются Они Думают Каждый День Потому Что Это Не Жизнь А Просто Да Я Поэтому Убежден Что Конечно Вот Такие Вещи Должны Общество Сплочать Мы Должны Что То Делать Каждый На своем Месте Опять Вы Знаете Скажешь Ну а Чего Ты Это Делать Будешь А Я Сам Не Знаю Что Делать Это Знаете Ведь Каждый Где Работает Должно Там С Этого Где Трогаться Я Даже Я Даже Не Обладаю Статистикой Сколько Таких Детей Да Это У нас Есть Общество Есть Государство Такое Понятие Я Не То Что Я На него Все Хочу Свалить Я Об этом Надо Говорить Это Опять Не Такой Как Я Мне Даже Основание Говорить Мне Вот Вот Этой Вот Информации Изначальной Чтобы Правильно Об этом Говорить Да Что Это Надо Проповедовать В том Плане Я Могу Чисто Как Я Сейчас Делаю Чисто Общими Фразами А Я Между Знаете Как У нас Показывают Вот Сейчас Возьмите Эту Рашистскую Войну Завалили Все Рекламы Иди На Войну Защищай Родину Вот Такое Должно Быть Наоборот Что Мы Должны Помогать Друг Друг Таким Вот Людям Причем Кто За Волонтерство Согласиться Кто За Зарплату Делать Курсы Чтобы Человек Мог Обучиться И Чтобы Эти Курсы Были Доступны По возможности Бесплатно Все Это Делать За Налоги Это Не Бесплатно Отчасти Все И так За Наши Деньги Да Вот Для тех Кто Хочет Что Таких Людей Как Можно Больше Было С Часто Дома Больше Держат Но Ведь Они Тоже Выходят На Ульт И Я Просто Мне Все Это Рассказывали Что Вот Это Вот Как Все Там Бывает Что Думают Что Это Какой Там Ведь Они Кричат Там Громно Они Типа Бесноватых И так Далее Вот И Мы Конечно Должны К этому Правильно Относиться Я Что Это За Путь Такой Жизни Человека Почему Он Вообще Реинкарнировался Так Скажем В Такое Тело Что У Него Прошлое За Жизнь Было Я Считаю Что Это По Больше Часть Испытание Для Что Можно Из Этой Жизни Для Себя Выяснить И Пользу Какую Вынести Я Не знаю А Вот То Что Это Испытание Для Родителей Это Однозначно Это Очень Важно Потому Что Именно В данный Момент Они Можно Сказать Жертвы Потому Что Это Ребенок Сам О себе Вообще Ничего Не Сознает Если Ребенок Потом Подросток Потом Взрослый Человек С телесными Недостатками Все Осознает И Другой Вопрос Принятия Всего Этого И прочего Этих Вещей Смириться С этим Принять Сделать Выводы Какой Опыт Этой Жизни Пройти Которую Видимо Тебе Нужно Пройти То Когда Вот Такие Недостатки Я их Назвал И Подразделил В Душевные Тут Для меня Вообще Вопрос Что Это Дает Тому Человек Который Эту Жизнь Прожил А То Что Это Испытание Для Родителей Так Скажем Для Опекунов Для Этих Это Однозначно И Я Убежден Что Здесь Только Коллективно Можно Решить Эту Проблему Вот И Здесь Все Надо Задействовать От Слова Причем От Слова Не Таких Как Я Которые С этим Близко Каждый День Не Сталкиваются Непрофессиональные Не Имеют Ни Опыта Ни Знаний В Правильно Все Подавать Сколько Билборда В Каком Городе Повесить Тоже Другие Люди Опять Ж Должны Заниматься Мы Каждый На Своем Месте Вот И Я Просто Поднимаю Эту Тему Я Не Могу В Уже Точно Давно Вырисов Это Проповедь Вот И Тем Очень Много Я Невозможно На Все Распылиться Мне Не Хватает Времени Тут Самому Собственный Огород Засаживать Там И Проповедю Заниматься Кажется Все Можно Да Все Тоже Жизнь Очень Маленькая День Начинает Уже Заканчивается Ничего В него Не Успеваешь Мы Все Знаете В Жизни Несем Очень Достаточно Такую Узкое В Плужение Узкой Направленности Мне Зверь Обычно Профессию Выбираем Тоже Очень Узкой И Бывает Больше Ничем Не Занимаемся И Ни В Чем Не В Ни За Все Платим Нам Кто Там Что То Делает Когда Нам Что То Нужно В Жизни В Других Сферах Потому Что Невозможно Всем Заниматься Здесь То же Самое Помочь Да И Если Ко Мне Обратились Уже Более Профессионально Или Там Даже На Моем Канале Сказали Ну Вот Выложи Вот Этот Социальный Ролик Да Я Кто Знает Я Рубашку Порву Где Угодно Что Угодно Лишь Все Это Сделать Просто Невозможно Во Все Вникнуть Все Это Жизни Глубоко Темы Все Важны И Это Важно Кажется Что Важнее Этой Темы Да Есть И Другие Важные Темы В Жизни Да Те Ж Самые Животные Кто Знает Почему Мы Должны Все Ставим Ниже А Это Не Проблема Веганство Да Есть И Слово Есть Веган Активизм Кто Занимается И Прочие Прочие Вещи Мы Все Где То Потихоньку Что То Делаем Вот Так Поэтому Я Убежден Что Это Надо Решать Коллективно И Конечно Ж Кто Там На Своем Месте Мы Должны Что То Делать Кто Может Именно Делами Реальными Кто Словом Словом Но Все Точно Должны В Ребенка Вот Опять Жанежи Все Разные Я Беру Аутизм Это Такие Страшные Вещи А Вот Вот Тот Паренек Пусть Сказать Это Был Мужчина Он Там Брился Постоян Ну Мама Его Брила То Есть У Него Уровень Было Развитие Пятилетнего Ребенка Он За Девочками Бегал Ну Как Бегал Он Игрался В Догонялки Вот Он Абсолютно Безобидный Не Педофил Ничего Мне Очень Жалко Что Его Обижали Естественно Оскорбляли Поняли Кидали В него Чуть Я Этого Никогда Не Делал Я Был Против Этого Всего Ну Конечно Обзывали Смеялись Над Ним Вот Это Был Взрослый Человек Сорокалетний Ему Тогда Я Тогда Не Знал Я Еще Маленький Был Скажем Я Говорит Я Подростком Где-то Он Может Быть Сейчас Живет Я Не Знаю Вот И Боль Когда Вылез Просто Не Видишь Дет Все Во Дворе Проходит Вот А так Он С нами Выгуливал Он С мамой Конечно За ручку Ходил Но Он И Без Мама Просто Гулял Вот У нее Прям Уровень Пятилетний Четыре Пять Года Он Разговаривал Так Тыкал Че Но Он Прям Был Так Он Плакал Когда Его Обижали Он Прям Нормальный Развитый Просто Пятилетний Ребенок Всегда Пятилетний Ребенок Вот Такого Я Б Тоже Грубо Говоря Взял Если Вот Там Как Я Я Общался Столько Он И К Нам Подходил Его Просто Обижали Когда Мы Стали Возрастать Поэтому Его Просто Не Обижали В основном Пятилетний Вот Так Вот Он С Ними И Больше Как Б Игрался А Уже Старшие Его Начинали Обижать Но Он И Он Много Чего Понять Не Сможет Это Просто Будет У Тебе Так Я Говорю Что Животное Это Уровень Пятилетних Детей И Он Наоборот Домашнее Животное Его Можно Только Гладить С ним Можно Испытывать Только Эстетическую Любовь Как Мы С Животными Испытываем Погладить Посмотреть Покормить Увидеть В ответ Улыбку Ласку Ту же Самую Испытать Когда Видимо Такой Путь Почему Он В Это Тело Был Помещен Нам Все Это Закрыто Видимо Потом Когда Человек Выходит Из Этого Тела Ему Весь Опыт Открывается Он Для Кого То Был Лакмус Бумажка Как К Нему Проявляли Любовь Что Кто То Над Ним Издевался Возможно Наоборот Даже Святые Люди Попадают В Такие Тела Чтобы Быть Обличителями Такими Лакмусами Бумажками Для Общества Что Мы Делаем С Не Такими Как Мы Которые Слабее Нас Да И Вот Все Прочие Вещи И Вот Опять Ж Такой Ребенок Для Меня Не Был Проблемой Ты Конечно С Ним Тоже Не Смож Целиком Раскрыться Как Родители Вот Так Дать Так Воспитание Познание Истины Но Ты Можешь О Нем Заботиться Да Постоянно Так Скажем Вот То есть Видите Все это Очень Тоже Уникально Все Это Надо Я Не знаю Всех На свете Болячек Каких Только Нет Как Их Поделить У У Головные Боли Боли До Сих Пор Прибора Нет Померить Как Это Все Что Там С Человеком Внутри Откуда Мы Знаем Да Насколько Он Я думаю Что Там В аутизме Миллион Этих Делений Да Там Есть Агрессивные Неагрессивные С сильным Поражением С несильным Там Все Очень Тоже Я знаю Что Аутисты Есть Мне Все Это Рассказывали По Воле Божьи Видимо Так Соприкоснулся С этим Если Оказывается Он Почему То С годами У некоторых Проходит До того Стояния Что Эти люди Практически Нормальными Становятся Работают Там Живут Даже Семьи Создают Я удивился Казалось бы Он В детстве Вообще Неадекват Это Что Типа Животного А он Потом Становится Обычным Человеком Дело Не в каких Там Молитвах Там Божьих Чудесах Так Скажем Ну Понятно Что Бог Так Скажем Устраивает Но Это Происходит Как Бо Там С ним Просто Работают Психологи И Под этим Подведем У меня Его Текстом Нет Я Вот так Скажу Да Одно Точно Что Это Это Надо Это Ну У меня Есть В конце Вывод Он Тоже Самый Я Сейчас Так Краткий Скажу Это То Что Мы Должны Проявлять Любовь Это Вот Безусловно Во всех То Каких Возможно Ее Вариациях Вот Это О чем Можно Рассуждать Однозначно Да Таких Критериях Ну А дальше Уже Как Бог Управит Конечно Вот И Каждый Кто Как Умеет Кто Верит В Бога Его Всемогущество И силу Молитвы Может Молиться Просить Ждать В любом Случае Кто Верит В Медицину Пусть Своими Методами Все равно Делает Бог Через Все Конечно Скажем Помогает Каждому Поверит Дается Мы Все С вами Это Знаем Выражение Оно Действительно Истина Ну Вот Так Вот Я С вами Кратко Поговорил Как Я В Принципе Я Хотел Просто Затронуть Эту Тему Поговорить Тоже Выпалить Это У Мне Все От Юности Всех Своих Приемных Детях Вот Ну Конечно Все Не Так Просто Каждый Должен Взвешивать Это Очень Важно Свою Жизнь Свои Возможности Помню Как Иисус Сказал Что За Оцарь Который Там Когда Война К Нему С Войной Идут Не Сядет И Не Рассчитает Сможет Ли Он Там Победить Его Или Кто Там Башню Решил Строить Или Дом Надо Сесть И Подумать Может Ты Выстроить Его А то Потом Тебя Смеют Когда Не Сможешь Выстроить Здесь Тоже Само Конечно Взвешивать Свои Силы Возможности Но Опять Ж Иногда Мы Берем Что То Сверх Что Басили Кто Знает Как Спортом Занимается Там Ты Всегда Берешь Чуть Больше Чем Ты Можешь И Пытаешься Это Сделать Таким Образ Развиваешься Здесь То же Самое Конечно Даже Ты Кажешь Что Ты Вот Это Можешь Не Потянуть А С Тут Не Могу Мы С Как Раз Плавно Перешли К Третьей Теме Большой Раздел Называется Гостевой Режим Или Семья Выходного Дня Вот По сути Мы С вами Об этом Поговорим Давайте Сначала Разберемся С Определениями И Понятиями Я Вам Кое Что Зачитаю Это В принципе У меня С Википедии Взято И Буду Своими Словами Говорить А Нет Сейчас Я Буду Читать Это Источник Управления Социальной Политики Номер 2 Есть Все На Моем Сайте Все Прямые Ссылки Можете Найти Если Захотите Итак Гостевой Режим Или Семья Выходного Дня Это Форма Помощи Ребенку Без Оформления Его Постоянного Проживания В семье Ну То Без Такого Формального Опекунства Или Приемного Усыновления Удощрения Как Временная Передача Детей В семье Граждан Не Является Формой Устройства Ребенка В Семью И Осуществляется В Интересах Детей В целях Обеспечения Их Воспитания И гармоничного Развития Еще раз Может кто-то Впервые Об этом Слышит Я сразу Оговорюсь Гостевой Режим Семья Выходного Дня Кажется Тоже Может Кому Пока Что Это Бред Или Сразу Такие Вопросы Своё отношение К этому Это Узаконено В той же самой России В которой Я проживу Это Считается Нормой Это Опять же У нас Почему-то Не Афишируется Нигде Не пытается Это Как-то Развиваться Говорится И это Беда Я об этом Буду Говорить На самом деле Это Классно Круто Я буду Говорить Что Это Наоборот Должно Очень Сильно Развиваться В правильном Духе И Сейчас Мы Все эти Вопросы Затронем Там Страдает Ли Ребенок Или Нет Как Мы С вами Видим Здесь Наоборот Сказано Что Все Это Делается В Интересах Ребенка Это Очень Важно Ну Давайте Я Дальше Почитаю Данный Режим Дает Возможность Ребенку Получить Моральную Поддержку И помощь Не только Пока Он В гостях У Наставника Но И во Время Его Нахождения Учреждения И В будущей Жизни Так Как Обычно Между Ребенком И Наставником Возникает Переписка Телефонные Контакты У Ребенка Появляется Родственник И Друг Что Делает Ребенка Не Столь Одиноким Повышает Его Самооценку То есть Еще Раз Ребенок Который Пусть Даже В таком Пусть Живет Где Там В детдоме Но Есть Такое Понятие Я Увидите Может Кто Из А Че Тоже Есть Слава Бог Что Каким То Незаконными Вещами Не Названо Наоборот Оказывается У нас Это Есть Регулируется Законом Все Это Есть В органах Опеки То есть Вот Это Вот Такой Гостевой Режим Семья Выходного Дня Оказывается Тоже Существует Но К сожалению Все Это Где То Забито Задвинуто Никто Это Не Пытается Я Раньше Об Никогда Не Слышал Пока Сам Никак Говорится Вот Ни В Эту Тему Не Не Въехал Да И Тоже Там Опять Все Это Очень Тяжело И Столько Там Это Оказывается Не Первый День Но Все Это Тоже Очень Зачаточном Состояние И Это Беда Как Мы Видим Тут Сразу Перечисляются Плюсы Да Мы Поговорим Как С Вами О Минусах О Плюсы Как На самом Деле В Гостевом Режим Семь В Одного Дня Это Тоже Не То Что Раз На Два Дня Ты Там Поехал В В В Семью Ребенок И Просто Побыл Ведь На самом Деле Дальше С Этой Семьей У Ребенка Это Может Дай бог Чтобы Это Была Не Только Семья Это Можно И К Одному Поехать К То Действительно Кто Этим Занимается Кто На самом Деле Детей Это Все Взаимно По Обоюдной Любви Делается На самом деле Ребенок Ищет Какой Любви Эти Люди Хотят Кому Эту Любовь Мы С вами В этом Сегодня Весь День Весь Ролик Уже Говорим Да Вот И Просто Состыковывается Два Жаждущих Любви Существа Да Ребенок Родители Так Называем После Выходного Дня И На самом Деле Потом У них Не Просто Два Дня Побыли И Прекратилось Нет После Первой Встречи Происходит Обмен Телефонами Они Ведут Переписку Телефонами Емейлами Социальными Сетями Местенджерами Как Сейчас Все Это У нас Развилось Они Продолжают Потом Вести Переписку Общаться То Это Ребенок Чувствует Себя Кому То Нужным Он У него Повышается Самооценка Он Не Чувствует Одиночество У него Появляются Взрослые Друзья Помощники Наставники Они Материально Дальше Потом Помогают Вы Можете Сюда Написать Там Можете Мне Там Помочь Они Могут Помогать Им Материально Как На Какие-то Банальные Вещи Бытовые На Какие-то Необычные Вещи Нужные Купить Компьютер Там Я не знаю Еще Что Тот Самый Телефон Смартфон Какие-то Вещи Какую-то Путевку Куда-то Оплатить И так Далее Какие-то Курсы Секции И прочие Прочие Вещи То есть На самом Деле Несмотря на То Что Этот Ребенок Гостит В этой Семье Только Там Выходные Каникулы Праздничные Какие-то Дни Но Общение Это Продолжается Тем более В современном Мире Есть Переписка Текстовая Аудио Видео Чаты И все Прочее Да То есть Все-таки Общение У нас Знаете У нас Пол России Наверное Своего ребенка Вообще Если взять Не то что в России А в мире Да родители своих детей Хорошо если видят Пару часов В день А иногда И в неделю Многие родители Работают вахтой Или еще что-то И точно так же Со своими детьми Дай бог Если там Переписываются По телефону Или еще Как-то По скайпу Созваниваются Кто-то Уезжает В другие Города И страны И так далее Вот В соответствии С постановлением Правительства РФ От 19.05.2009 Года Номер 432 Редакция От 12.05.2012 Года О временной Передаче Детей Находящихся В организациях Для детей Сирот И детей Оставшихся В предпечении Родителей В семьи Граждан Постоянно Проживающих На территории Российской Федерации То есть Мы видите Есть такое Именно Постановление Правительства То есть Как я вам сказал У нас Это Оказывается Слава Бог Даже узаконено В хорошую сторону Да Что это Что это Не зло Закон Может говорить О том Что это Зло Нет Наоборот Что это Вот Хорошо И утверждены В исключительных Непрерывный Непрерывный Срок Временного Пребывания Ребенка Детей В семье Может быть Продлен Но он Не может Превышать Три Месяца Ну Там Есть свои Нюансы Я вам Для примера Просто Прочитал Полная Статья И вообще Если хотите Почитайте Вот у меня Ссылка Активная На сайте На страничке На моем Найдете Первая Строчка В описании К ролику Есть ссылка На мою Страничку А здесь Найдете Все активные Ссылки Дальше Это Управление Социальной Политики Номер 2 Там Вся Эта Информация Я Вот Как Пример Знаете Нашел Такой Портал Измени Одну Жизнь Change Online Life Change One Life Ru Это Крупнейший Ресурс По теме Семейного Устройства Который Каждый День Помогает Тысячам Людей Получить Важную Информацию О Приемном Родительстве Да Разные Психологи Эксперты И работники Деддомов Говорят Что дети По-разному Реагируют На то Что их Берут В принципе Я вам дал ссылку Тоже Если интересно Просто посмотрите Там есть тоже Очень интересная Информация Там уже Конкретно Понятно Это портал Там уже Это по сути Опять такое Место Место Встречи Тех Кто хочет Помогать Детям И те Нуждающиеся Дети То есть Это уже Именно База Такая Я не знаю Это все У нас есть Это скажем И государственные Какие-то органы Есть У нас же И социальные И как это говорят Некоммерческие Всякие организации Вот Всеми этими вещами Занимаются Я вам просто Дал ссылку Там можно перейти Тоже кое-что Почитать Я даже не стал Оттуда брать Какие-то цитаты Общими своими словами Я тут кое-что перенес Но рекомендую Перейти Посмотреть Прям Как это все Выглядит Да Разные психологи Эксперты Работники Деддомов Говорят Что дети По-разному реагируют На то Что их берут Всеми на выходные И каникулы И что кому-то Это на пользу А кому-то И не очень Может быть Кто-то быстро Привыкает к наставникам И условиям Их жизни И не хочет Возвращаться в детдом Но я убежден Что проблема Не в этом Проблема в том Что Я как бы Видите Общим И сформулировал Я почитал Несколько разных сервисов Порталов Всяких статей Известных И там Психологов И известных Этих Именно работников Вот в этой сфере Кто вот этим Занимается И вот они Именно рассказывают Как там все Поэтому я вам Тоже рекомендую Поискать Я их все Не стал Тоже вам ссылки давать Я же просто потребляю Иногда разную информацию Вот Ну вы сами Все это найдете Если Где-то в гугле В яндексе Внесете Такое словосочетание Как я вам сказал Гостевой режим Или семья выходного дня И на эту тему Посмотрите Поисследуйте Сами углубитесь В эту информацию Ну а вот По поводу Польза или вреда Как я вам зачитал Как всегда Я делю это все На две группы Да Это внутреннее И внешнее Видимое И невидимое Тело И дух Или душа Да И поэтому По поводу Вот этого Тоже знаете Реакции на это Детей Здесь тоже Очень важно Все это разделить Давайте сначала Так скажем О видимом Да Насущном О материальном О теле поговорим В детдомах Ужасные бытовые условия А потому дети И готовы на все Я сейчас вам пишу Свои Читаю свои мысли И сейчас Кое-что еще Прокомментирую А потому Дети готовы На все Лишь бы туда Не возвращаться Если сделать Детдома Суперскими Со всеми Бытовыми условиями Оборудованными По последнему Слову Науки И техники Чтобы они Находились В прекрасной Природоохранной Зоне Обеспечить детям Доступ К любым Видам И формам Знаний Как внутри Детдома Так и За его пределами За счет Государства И благотворителей И то же самое Сделать Относительно Телесного Развития Калистеника Танцы И прочее То Дети уже Не будут Рваться Из детдомов В которых Есть плюсы Ибо Там Много Детей Ровесников Которые Лучше Понимают Друг друга Детей Помладше О которых Надо Заботиться Детей Постарше У которых Можно Чему-то Научиться И Которые Могут Чем-то Им Помочь На выходные Каникулы В разные Семьи К новым Людям Эти Дети Будут Отправляться Прежде всего За новыми Познаниями Впечатлениями Опытом И любовью Которой Много Не бывает А потому Они Сами Будут С радостью Посещать Разные Семьи И Людей Ибо Все Мы Уникальные Личности И Любовь Каждого Нового Отдельного Человека Незаменимо Слушайте Давайте Подробнее Разберем Смотрите Я Какую Тему Хочу Вообще Поднять На самом Деле Конечно Про Деддома Вы помните Я еще Говорил Когда мы С вами Тему Аборта Рассматривали Что На самом Деле Даже Аборты Можно Было На много Количество Снизить Практически До Минимума Если У нас Были Нормальные Деддома Детские Дома Где Потому Что Тогда Роженица Знала Что Ее Ребенок Будет Не Дед Там В Помойке Валяться А Действительно Она Может Родить Отдать В Деддом И Там О нем Позаботиться Но Эти Деддома Должны Быть Какими Смотрите Я тут Перечислил Это Я Как Минимум Перечислил Чтобы Эти Дома Одним Словом Я назвал Деддома Были Суперскими Со Бытовыми Условиями Оборудованными По последнему Слову Науки Техники Все Чтобы Дети Развивались Сразу Во Всем Топе Это Нам Старикам Это Все Не Нужно А Детям Все Это Нужно Чтобы Этот Деддом Находился Не Где Там В Центре Вонючего Города А В Прекрасной Передохранной Зоне Если Это Даже В Центре Города Находится Хотя Все Равно Я считаю Что Этот Деддом Должен Рядом С Каким То Водой Это Море Река Или Еще Что То Вокруг Должна Быть Большая Территория Природоохранная Где Много Вообще Желательно Чтобы Естественный Был Заповедник То есть Чтобы Какие Парки Если Это В Центре Города Чтобы Это В Центральных Парках Строились Такие Если Это Где-то Сел Деревни Чтобы Возможности Но Все Рано Все Должно Быть Где-то Вот В Природной Красоте Да Обеспечить Естественным Детям Нужен Доступ К Любым Видам И Формам Знаний Причем Конечно Не Вот Этих Холостических Зоопартов Об Это Мы С В В В В В В В В Образовании Когда Дойдем Знания Должны Даваться Минимальные Те Которые Необходимы В жизни Человеку А дальше Ребенок Должен Сам Выбирать Ему Нужно Что Сделать Просто Доступ Ко Всему Этому Дать Либо Внутри Самого Деддома Должны Быть Приглашенные Все Эти Преподаватели В Разных Сферах В Танцах Причем В Разных В Танцах В Рисовании В Разных В Рисовании Это Живописи То И Что Он Не Рисует Все По Разному Это И Скульптуры Кто Чем Хочет Заниматься Все Что В Мире Искусства Спорта Так Называемого Там Да Это Должна Быть Калистеника Танцы Все Прочее Да Все Это Должно Быть Либо Внутри Деддома По Возможности Что То А Что Ты Внешне Просто Этим Детям Надо Это Оплачивать Естественно Это Делается Все Ток И Как Это Разделяется Блотворитель Когда Еще Сверх Ты Что Там Да Все Это Должно За счет Этого Делаться Если Бы Все Это Было Если Вот Такие Деддома Были То Дети Бо Уже Не Рвались Из Деддомов Надо Понять Я Конечно В конце Опять Одну Простую Мис Подчеркну Но Сейчас Ее Тоже Буду Говорить Если В Называть Преподавателем В том Числе Они Должны Быть Родителями Детям В детдомах Должны Как раз Работать Люди Которые И хотят По сути Этих Приемных Детей О чем Мы С вами Сегодня Все Видео Говорим Но Не Обязательно Брать Свою Семью В детдоме Ты Можешь Реализовывать Вообще У тебя Может Не Один Ребенок Не Два А 120 Детей 200 Этих Детей И Все Они Будут Тебе Родны Они Все Будут Тебя Назвать И Мама И Папа Если Ты Будешь Их Любить В Этом Детдоме Если Не Палка Будешь Гонять А Действительно И О телесных Их Нужных Заботиться И О Душевных Ты И так Им Станешь И Мама И Папа Они И так Тебя Будут Называть И Мама Папа И Ты По Сути И Будешь И Являться Вот И Все И По Суть Это Знаете Вот Детдомам Такое Отношение Я Как Сам Знаете Помните В Предыдущих Роликах Я Пытался Подать Немножек Что Это Что Такое Отрицательное А Вот В Этом Виде Я Уже Хочу Подать Что По Суть Это Детдома В Них Как Таковых Нет Говорит У нас Сразу Какая То Реакция Но Ведь По Сути То Те Ж Самые Родители Своих Детей Не Видят Большую Часть Времени Потому Что Они В Детсадиках В Школах В Секциях Гуляют Там С Друзьями Где То Учатся Там Домашнее Задание Сид В Комнате Делает Ты Своего Ребенка Хорошо Если Там Видишь Что Если Совокупно Все Время Собрать Пару Часов В День По сути Дед Дома Да Они Тоже Плюс Кто Знает Многие Своих Детей Это Было Издревле Отдавали Еще Если Возьмем Гремучие Времена От Адама Евы Это Были Такие Школы Куда Кто Знает Про Спартанцев Про Агрессию Отдавали Мальчиков На Воспитание Сейчас Кадетские Заведения Для мальчиков Есть Для девочек Куда отдают С 6-7 летнего возраста И все Родители Приезжают Сами На выходные Дети Возвращаются Дома На выходные А так Пятидневка Не такая Обычная школа В которой я Вырос Пол дня В школе Потом пол дня Дома Нет Там ты Целый день Ты только на выходные Ездишь в родительский дом Уже с раннего С такого возраста С 5-7 лет Отдают дети На такое воспитание Когда он уезжает Куда-то Это по сути Детским лагерем Можно назвать Все то же самое А детские лагеря У нас есть И мы же туда Детей отвозим Не как во что-то Плохое А как наоборот Во что-то хорошее Турбазы Там уже для подростков Или тоже как там Лагеря пусть называют Все что для детей Связано То есть мы же это делаем И там они уже живут Круглые сутки С утра до вечера Это мы их там К ним в гости Приезжаем И навещаем То есть по сути Мы же от этого Родителями не перестаем Быть Если мы своих детей На все лето там В лагерь отправили Да В детский Нет Ну а какая разница На год То есть на самом деле Дело даже проблем Тоже не в детдомах А в любви в нашей Во всем проявляемой И видимом И невидимом Вот и все Если бы детдома Были оборудованы По последнему слову Техники Если бы в них Все было хорошо Все налажено Если бы они были В прекрасных местах Потому что сам родитель Может целый день Там уже как говорят На шахте пахать Да И мама там Целый день в подвале Швеешь сидеть А родить своих детей Готовы на все Так что же плохого Что они живут В идеальных там условиях Да А мы живем там В этих вонючих городах Наоборот бы дети А дети там В пригороде живут Да Ты целый день работаешь А они пусть там Живут в нормальных местах Где они могут ходить Там Прогуляться Между Занятиями В хорошем месте Тут и речка Летом искупаться Можно И все прочее Зимой там хороший бассейн И все прочие вещи И открытые И закрытые То мы там возим Свою ребенка Летом Куда-нибудь Куда-нибудь Даже на открытые Эти бассейны Сейчас уже тоже есть В России Типа таких зон Там тоже А то бы там Все это было Чего же плохого Если бы такие дома были Дети уже оттуда Не так бы рвались А то что они там Ездили бы на выходные В какую-то такую семью Они бы уже не сильно страдали Потому что как я вам сказал У нас полно семей Которые так живут Где родители Работают вахтами Работают Кто-то вообще там В какие-то экспедиции Уезжает так же на года Он формально-то является Отцом или матерью Своего ребенка Но по факту Где-то всю жизнь Там путешественник Блукает Этого работа Он как бы любит Своего ребенка Кто-то женат Там целыми днями Дома Да С этими детьми А он там всю жизнь Что-нибудь исследует Да И там Кто-то там на Марс летает И еще то же самое Да возьми каких-нибудь Дальнобойщиков Мужиков там На фуры Говорит возящие Да они на неделе Там уезжают В один Туда обратно Или в один конец Пока там вернется Пока загрузят Пока разгрузят Да он своего ребенка Видит там Два раза в месяц Потому что у него Все время Двухнедельные рейсы Вот И таких вещей полно Да И по сути Делать не в детдомах Опять А то что в них внутри И как к ним там Относится внутри Вот и все А то что их берут В семьи В эти там На два дня Потом дают Я говорю Если бы это По плоти Был бы нормальный Детдом Если бы там Были бы вот эти Причем именно Тоже вот эти Мне больше нравится Вообще наставник Да Вот Ну хотя тут все подходит Они же О теле заботятся То на самом деле Вы знаете Он бы никогда И не хотел Остаться в той семье Да вот как говорят Ой на выходные взял А потом отдаешь Ребенок там страдает Вы знаете Если бы у него там В детдоме Был любимый воспитатель Он бы и сам Не захотел Только в этом доме Остаться Он сказал Да Вы хорошие Вы тоже классные люди Интересные Мне у вас хорошо Вы меня туда Отвозили Тут вкусно Ну я уж как взрослый Рассуждаю Ну пусть это даже Пятилетний мальчик Или девочка Он как бы в уме бы Это начал бы осознавать Да там Семь Десять лет Но меня и там любят А там моя мама Мама Даша Там да Которая вот Воспитательница моя Она мне мама Там мой папа Петя Который там Программист Да всем техническим В детдоме Следит там А там мой Папа Юра Который там Танцы преподает Он мне тоже папа Он не просто танцы преподает Они всех любят Что-то заботятся С ними общаются Да И так далее Помогают им Тоже есть связь Телефоны То есть это не просто Так танцами Нет Что все преподаватели Имели со своими Личное общение Личный чат Как с друзьями Я вам говорил Тоже просто другой вопрос Как с ними общаться Да Если ты будешь Чисто формально Если ребенок будет знать Что детдом Это его семья Да он и не будет Хотеть остаться Только в этой семье Выходного дня Как я вам сказал Оттуда бегут По двум причинам Потому что там Ужасные бытовые условия И никто их там не любит Вот и все Поэтому он видит Тут любовь Такую в какой-то семье И ему конечно Там хочется остаться А ему надо В этот дурдом И в этот ад Возвращаться А если там будет рай Почему он будет страдать Вы видите В чем опять проблема Это не в том Что вот ребенка Там на два дня взяли А потом опять отдали Да потому что Там просто его не любят Так получается Надо что исправить Не то что там В семье на два-три дня Плохо отдавать А то что в детдоме Просто бардак Вот и все Исправив бардак в детдоме И проблема сразу решится Никто ребенок страдать не будет Так он наоборот Будет счастлив У него и тут И тут И тут новые люди А в следующий раз Надо в другую семью отдать Вот предположим Есть детдом И там Сто таких семей Да Которые вот Готовы брать этих детей Так наоборот Надо вот так вот менять Сначала На эту неделю Этой семье Одних детей дали Потом им других дали А тем дали другим Это новые люди Одни художники Другие поэты Третий рабочие Четвертые Вегетарианцы Пятые веганы Одни христиане Другие мусульмане Наоборот Если ребенок попадет Ко всем У него будет расширяться Сознание Он будет видеть Разных людей По-разному общаться Родители Эти люди Взрослые Будут сначала Одних детей Одни дети пришли Другие дети Они все разные Уж если кто-то Захочет остаться Как я говорил Во-первых Ты выберешь себе Может быть близкого Вот так тоже Какого-то посмотришь Потому что действительно Как я вам говорил Надо взвешивать Может быть никто Не готов Просто так вот Взять любого Не глядя И у него Настолько сердце расширено Что он любого Будет любить Ни от чего Не зависит Ну а кому-то Надо что-то Был похожий Вот у нее У нее в голове Есть какая-то картинка Идеального ребенка Чтобы она была Там девочка Блондинка Такая красивая Веселая Улыбчивая Глазки Как вот на мои Похожие Мама там думает И это хорошо Хоть пусть такого Выберет Но как я вам сказала Если детдома Будут шикарными То почему Они будут бежать Оттуда Второе Как я говорю Слушайте Вы знаете На самом деле Вспомните Все наше детство Вот мы Когда вырастаем Становимся взрослыми Сами забываем Каким мы были В детстве На самом деле Мы же все основное время Хотим проводить Со своими сверстниками Со своими друзьями Нас же Водой не разольешь Что плохого В детдомах Если вокруг Там столько людей Столько детей И опять же Смотрите Там и ровесники С которым тебе Естественно проще И ближе Ты всегда сближаешься Ну просто потому Что в одном возрасте У вас одни интересы В детдомах По сути Как бы Иногда это слово Звучит как плохо А вы сейчас Перетруйтесь Что детдом Это детский дом Или дом для детей А если еще добавить Дом счастливых детей То смотрите Как сразу все меняется И действительно Что плохого Что они там Пять дней в неделю Живут Родители спокойно работают После работы Приходят Отдыхают Потому что Кто знает Что проснулся Работа Пришел Поужину Все в постель Завалился Если вы даже Своими детьми Будете проводить Там все выходные Ну выходные Целиком проводить С детьми Пусть даже там Тоже надо И в магазин Еще что-то съездить Хотя вы уже Основные свои Какие бытовые дела Будете делать Тоже в эти будни Выходные действительно Надо вообще Посвящать отдыху Постой Человек должен Отдыхать Разгружаться И выходные Проводить Со своими детьми Ну с такими Своими Как вы поняли Со всеми своими Я имею ввиду Вообще с детьми Там С друзьями Семьями Собираться С большими Компаниями Чего же плохого Это же хорошо Так а дети Которые 5 дней Находятся В неделю Допустим Причем Я так 5 говорю А можно поделить 3 на 4 4 на 3 В большую Или меньшую сторону То есть Ты 1 четверо Детей к себе Берешь в неделю Или наоборот 4 ты берешь детей А 3 ты 1 Ну короче Все это менять Но там то дети Находятся Со своими друзьями Нам со сверстниками Намного легче Общаться Там есть дети У нас действительно Многие дети Всеми кем Как говорят Эгоистами растут Никого нет У многих пар Один ребенок У него ни ровесника Нет по сути Очень часто Дома сидит Даже поговорить Не с кем Либо родители Либо никого Но друзья есть Где то далеко Понятно сейчас все есть Это телефоны Но вы понимаете О чем я говорю А это все таки Детский дом счастья Счастливого ребенка Там есть много И сверстников И младше За которым В принципе В детдоме Их будет учить тоже Чтобы они Что-то уже Заботились о них Как-то И старшие есть Но и ты наоборот Я говорю Для кого-то уже старшим Становишься А это тоже важно Одно дело Совсем взрослый человек Вы помните Как мы детским восприятием Воспринимали Какого-то взрослого Человека Отказался Что-то такое Что-то такое Высокое Страшное Да А другое Дело чуть постарше Просто Да Я говорю И старшие бы учились Заботиться о более младших И в них бы Это тоже Любовь бы Всегда бы подогревалась И наоборот Более младшие Могут обратиться Всегда к твоим старшим Братьям Да Так скажем Сестрам С какой-то проблемой С какой-то помощью И так далее Они бы им помогали Это же тоже здорово Это тоже важно Вот так вот И поэтому Вот я Как он сказал Да А на выходные Каникулы В разные семьи К новым людям Эти дети будут отправляться Прежде всего За новыми познаниями И впечатлениями Опытом И любовью Которых много Никогда не бывает Все это знаете Отдать В какую-то одну там Семью Да ему надо Со всеми познакомиться И выбрать Свой путь жизни Пока ребенок Будет Вот такой вот До своего Созревания Совершеннолетия И полового И умового Да Ему надо как больше Просто дать информации Пусть он сам выбирает Чем он более Разносторонним Вырастет Тем лучше За опытом И любовью Будет идти Которым Много не бывает А потому Они сами Будут с радостью Посещать Разные Семьи И людей Ибо Все мы Уникальные Личности И любовь Каждого Нового Отдельного Человека Незаменима Но об этом Я много раз говорил Ну и давайте Второй пункт Это дух Да Или невидимая Сущность Нашего бытия Ну и конечно же Детям необходимо Любвеобильное Попечение И наставничество В истине Боге Любви Свободе Вечности Людьми в полноте Познавшими истину И совершенными Во всеобъемлющей Невицемерной Любви Как видите Я сразу Задираю Высокую планку Конечно же Прежде чем Кого-то сделать счастливым Прежде чем Кому-то открыть Полноту Познания истины Над самому И обладать То есть В идеале Конечно же Все эти Детские дома Счастья Будут Такими При каком условии Кто может Такие дома Детские дома Счастья Сделать Только люди В полноте Познавшие истину Именно потому Там я говорю Такой беспредел И бардак творится Потому что Туда идут люди Не святые А грешные Которые Тех же там Детей могут Вообще ненавидеть Ну где-то рядом Ну в деревне Работать негде Пойдут там В этот Или в райцентре Ну пойду туда Позвали Она и детей-то ненавидит Истину она не знает Говорить с детьми Она не хочет Ничего доносить Им не будет пытаться Что-то там Бытовое изменить Директриса Там все в карман Кладет Все там Дотации государственные Ничего там не будет делать Никакую лишнюю ручку Там не прикрутит Не починит Все там будет в сраче И в дерьме Да Никакую лишнюю путевку Там детям Ничего не организует Я говорю Будь себе Загородную виллу Строить в Майами На эти деньги Конечно же Детям нужно Помимо телесного И духовного Вот этого воспитания Об истине Им нужно откровение О Боге О любви О свободе О вечности Кто это сможет дать Только совершенное В познании Истинный человек То есть Опять все Упираемся Как всегда В это Детей нужно Учить не тому Что им нужна Мама и папа Вот опять же Смотрите Это же клише Давайте сначала Зачитаю Потом скажу Что им нужна Мама и папа Царь и родина И прочее А тому Что все мы Люди на земле Родные друг другу Друзья Братья И сестры Младшие И старшие А потому Нужно Что Любить Первое Всех людей Нелицемерной любовью Невзирая на родство По плоти Возраст Пол Цвет кожи и глаз Этнос и национальность Гражданство И социальный статус Материальное положение Таланта Достижения Красоту Или уродство И так далее И тому подобное Второе Нужно любить Нелицемерной любовью Всех животных на земле А не только Кошечка Собачек А потому Не убивать их И не эксплуатировать Ради еды Одежды Развлечений И так далее И третье Нужно любить Природу Возделывать Ее И сохранять Вот что Если бы мы Этих же самых Детей бы Понимаете Учили бы Ведь по сути Мы вот Мы эти клише Ведь сами Люди создали В мире Что есть какая-то мама Есть какая-то папа Там уникальный Да Царь там Родина Государство Правительство Да Система какая-то Там да В которой я должен быть Батарейкой Нет Если бы мы Учили их Детей бы С детства Если бы они Видели вот эту Вот общность Да В том же самом Детдоме Видели там Таких Так называемых Мам и пап Причем там должны И мужчины работать И женщины Причем Там должны быть Как это говорят Унисекс Да Гендерное Равенство Там должно быть Что у нас опять же У нас к этому Относится Если мужик там Будет воспитателем Это будет Да ему на нем Пахать надо Да А он тут Воспитателем Да нет Если он хочет Если он чувствует Он должен быть Воспитателем Если там женщина Программистка И там всю Техническую часть Да пусть пожалуйста Если у нее есть Образование И плюс она Все это Но каждый туда Должен приходить С одной Прежде всего С главным вектором Это любовь к детям И именно Что он хочет Помимо того Что он там У нее есть Там конечно В детдоме У каждого Должна быть Своя узкая Специальность Там повар Программист Техник Уборкой Кто-то занимается По судомойству Занимается И прочими вещами Стирками Там Ремонтом Как я говорю Да Кто-то учитель Кто-то конкретные Там предметы Классические Преподает Да Но все они Идут с той целью Чтобы вырастить Там детей Понимаете Вырастить их И любовью И знаниями Знаниями Только не в плане Голову набить Вот этими Что там Два плюс два Четыре А знаниями Я имею ввиду Об истине Об Боге Любви Свободе Вечной жизни Вот такими Вот знаниями Чтобы все вопросы Которых не будет возникать В сфере жизни Все через это рассматривать И давать ответы На все вопросы жизни Через призму Любви Свободы Вечной жизни И естественно Выполнять Классить Какие-то функции В этой Что-то делать Вообще по кругу Что взаимозаменяемо Сегодня ты посуду моешь Завтра ты Убираешь Там послезавтра Если что-то можешь Какие-то Понятно Программист Не может Там Кто убирает Допустим Нужны уникальные знания Но если есть По возможности Что-то менять Да То можно То нужно менять Да Если два человека Нашлось рукастых Да То тогда один Остает Чтобы у них И смены менялись Один там Техни Ну там Ну типа меня Ремонтника Да Там Которые Мастер на все руки Можешь все отремонтировать В бытовом плане Но при этом Есть таких два человека Значит мы с ним делим смены А второй день Выхожу Я с удовольствием Буду территорию убирать Там да Или посуду мыть Один день И так далее Чем мы всегда Разносторонние Во-первых Чтобы не было Вот этого Какого-то социального Расслоения Было вот это Уважение И все Это может и без этого Но если у нас прокачивается Это всегда лучше Естественно там И детей надо к этому Постарше Привлекать уже Ко всему Но это уже отдельная Тоже тема Это больше воспитание Вот Но я сейчас Мы с вами говорим Вот об этом Если бы вот этого Вот не было Тоже Откуда мы знали бы Вот эти вот понимания Кто мама А кто папа И вообще нужны ли они нам Да Что Если бы мы использовали Вы же знаете Как то В той же там Рашистской Федерации Бедные там Насуются с этими Что сейчас Вместо мамы и папы Родители один Родители два Введут А вообще Зачем вводить Эти родители один Родители два Вообще Зачем все это Мама Папа Может нам просто Всем друг другу Называться друзьями Даже наставник Может быть Это слово Не нужно Привносить Там попечитель Может просто Друг Самое высшее слово Символизирует Самую настоящую Любовь Друг Брат или сестра У нас Такое гендерное Тоже есть разделение Но по сути Самое высшее Вообще понимание В жизни Любви Это дружба Мы все с вами Это знаем Это говорит о том Что эта любовь Не кровяная А вот ты выбрал С тебе человека И вы общаетесь Дружьтесь Потому что вы Единомыслие Единодушное Вот и все Муж от жены От друзей Отличается только тем Что вы по идее В идеале У вас была настоящая Любовь и счастье То есть вы просто Дружите Еще у вас есть там Секс Как у взрослых людей Но по сути Если у вас дружбы нет Ваш брак там Долго не просуществует То есть вы друзья Вот и все Как бы ты там Брат и сестра Друг друга не называл Только потому что Знаете там Надо в христианстве Где-то делать Или еще где-то Или там Просто В детстве там По сути Вы дружите Если вы не дружите Как бы не было Вы там может Конечно формально Говорит Брат Брат Там во Христе Или там Как в общинах Говорят Да брат Подай мне там Это Там уже эти слова Как бы есть Но они чисто формальные Как где-то Господин говорят Или там Мистер Миссис Это потом приобретает Все это Если вы по-настоящему С этим человеком Не дружите Дружба Это есть проявление И обозначение Высшей любви Надо воспитывать детей Сразу с детства Что мы друг другу друзья Это мы с вами Будем глубоко касаться В теме воспитания Я буду отдельно говорить Но видите Сейчас это необходимо Говорить Надо сразу говорить Что вы Им не родители Вы им не наставники По сути А друзья С самого начала Несмотря на то Что вам Пусть это не просто Как помните Я говорил Старшие Там есть чуть-чуть поколение И они будут Тоже им там помогать Нет Пусть у вас Большая разница В возрасте Ребенку 5 лет А тебе 45 Да Но ты должен Всегда с ним Быть на равных Быть другом ему Уже в пятилетнем возрасте Это залог счастья И любовь воспитывать Ко всем людям На земле Не вот эта вот Чушь про родину Патриотизм Национальность Этносы Государства А прививать им Любовь Ко всем людям И не вот это На словах У нас везде Прививают Потом В соседнем государстве Головы режут Да Якобы нацистам Нет Которая в делах Проявляется Что ты действительно Никогда Палкой и силой Ничего не будешь Никакому человеку На земле делать Даже если он Супер грешник И правда Творит какие-то Бездокония Всех людей Деятельно любить Не просто Все это на словах У нас везде Как бы мир Дружба Жвачка Это вам Где-нибудь спросишь На словах Везде об этом говорят Только в оконцовке Весь мир Вечно кровью залитый Нет Настоящий пацифизм Там проповед Прочие вещи все Да Веганство Любовь к животным Не просто К кошечкам К собачкам И завести там Зачем-то В клетку Понасадить Всяких птичек Попугайчиков И показывать Якобы В живом уголке Какие они красивые Это все чушь Просто детский дом Счастье Должен находиться Я говорю В красивой Природоохранной зоне Уж какие там Есть животные Такие есть Нигде их ловить Из заморских Диковинных Везти никуда не надо В клетке Никого сажать не надо По телевизору В интернете Вон Сами посмотрят Где какие есть Лучше оплатить им путевку Пусть В другую страну Просто съездят И все И в море покупаются В красном И увидят Насколько там Другая прекрасная Разнообразная природа Естественно Забота о природе В том числе Возделывать И хранить Как и сказано В первой главе Книги Бытия Детям нужно Привить знания И чувство свободы По плоти И духу А следовательно Ответственность За все свои дела Словом и делом Показывать им то Что свобода Мысли И слова Неотъемливое право Каждого человека На земле От рождения А за все дела Придется дать отчет Это право Нередко придется Отставить в жизни Дорогой ценой Лишению имущества Свободы Здоровья И потери Самой временной жизни Но оно того стоит Еще раз То есть Вот эти все Базовые понятия В жизни Чувство свободы Очень важно Знание Это свобода Ощущение Деятельное Я скажу Конечно Что в детдомах Должна быть дисциплина Сейчас я об этом дойду Но прежде всего Сам преподаватель Учитель А как я вам говорю Старший друг Проще называть У нас всех Надо поделить В жизни Просто на старшие И младшие Но друзья И вот эти старшие Друзья Должны более младшим Если они Старшие Не просто по плоти А по духу Действительно Сами до всего Этого доросли Что Прививать чувство Свободы А соответственность Ты прививаешь чувство Свободы У тебя автоматически Прививаются Ну а если нет То надо это делать В ручном режиме Прививать ответственность За свои дела Потому что свобода Это ответственность Словом и делом Показывайте Что свобода Свобода мысли И слова Это неотъемлемое право Каждого человека На земле от рождения Это очень важно Чтобы мы вот До такого не докатывались До чего сейчас В расшизме докатились Свобода слова И мысли Причем по любому вопросу Это неотъемлемое право Человека Никто на него Не имеет права Покушаться Это очень важно За все дела Соответственно Придется дать отчет нам И в этой жизни Возможно И уж точно в вечности Да Это право Иногда придется Когда общество Будет куда-то Не туда тянуть Его придется Отстаивать В жизни Дорогой ценой Может быть Лишением свободы Здоровья Потери самой временной жизни Имущества Какого-нибудь Но это того стоит Это очень важно Словом и делом Утвердить детей В том Что ощущение Бессмертия Которое В них живет В нас Во всех От начала Естественно И правдиво А смерть Всего лишь Дверь в новую Иную жизнь А потому Наши мирозрения И все поступки Должны рассматриваться Исходить Из этой Сущности бытия Которая просто Есть Была И всегда будет Еще раз Детям С самого детства Как они только Начинают осознавать мир Три Четыре Пять лет Словом и делом Их надо утверждать В том Что вот это вот Ощущение Бессмертия Которое В них есть Оно в них есть Во всех Нас было И есть И всегда будет Оно естественно Естественно И правдиво Это Это правильное Ощущение Это не ложное Ощущение И оно естественно Смерть Всего лишь Дверь в иную Иную жизнь Это очень важно Чтобы мы потом Не горевал Мама умер Папа умер Это всего лишь Дверь в иную жизнь Это очень важно С детства Доносить До всех детей На земле И потому Наше мирозрение И каждый наш поступок Должен рассматриваться Как Все это должно Я все мысли свои Как что Познаю бытие Как я должен поступать Должны исходить Из этой сущности Бытия Из вечности Что мой поступок Повлечет дальше Что когда-то За все придется Дать отчет Как бы я хотел Чтобы было бы вечно Чтобы это счастье Продлевалось вечно Как я должен жить Как я должен мыслить Как я должен поступать И что все это Вечность Отрицаю я ее Принимаю ее Отрицаю Сам себе на горло Наступая Это просто всегда Есть Было И будет Бог просто есть Существует Он всегда был Есть А будет Я просто есть Я просто существую Еще Моисею говорил Господь В детдомах Должна быть Дисциплина и порядок Естественно Делающие нашу бытовую жизнь Зачем они Зачем нам Дисциплина и порядок То же самое Кто знает Кто автомобилист Автоводитель Как говорят Да Ездит на машине Кто знает Мы правила придумали Не просто так Они не усложняют Нашу жизнь Правила придуманные Дорожные движения Они не усложняют А упрощают жизнь Человек Вы бы два часа Стояли на стафоре И бы решали Кто куда должен проехать Начиная от того Что вы хам И никого не пропустите И такие хамы Столкнутся И так и будут Там биться И два часа Выяснять отношения Что наоборот От большой любви Вы так и будете Друг другу уступать И мы два часа Будем только Перекресток проезжать Правила дорожных движений Нехороши и непросты Они просто Являются нормой Нашей бытовой жизни Упростив ее Иначе Мы 220 часов Будем решать Пока один перекресток Проедем Это очень важно Поэтому та же самая Дисциплина и порядок Где-то в нашей жизни В личной Особенно когда мы В какой-то общине живем Что подразумевает С тобой Детский дом счастья Да Дом ребенка Что это просто Все эти правила Порядок Это просто все Что проще Бытовую нашу жизнь Делает Какие-то дежурства Кто когда там Убирает Кто когда там Свет выключает Еще что-то Время поиграть Время поработать Время поучиться Это просто упрощает Нашу жизнь Вот и все Все это должно быть Конечно уникально Кто-то сейчас не может Кто-то не хочет Это все Индивидуальный подход Но какие-то правила и нормы Мы создаем Лишь для простоты Просто нашей жизни Мы сами себе Кто знает Нормальные взрослые люди Тоже какие-то Все время пишем Правила Какие-то пунктики Это туда Это сюда Что-то планируем Это просто норма Это просто упрощает Нашу И делает проще И комфортнее Нашу бытовую жизнь Вот и все Но это все В перегибы Не должно превращаться Я опишу Это не должно быть Тюрьмами Превращаться в тюрьмы И концлагеря Для детей А должны быть Домами счастливого детства И юности О которых в зрелости Эти дети Будут вспоминать С любовью И радостью Это очень важно Чтобы вот эта вот Дисциплина и порядок Конечно же Не превратилась В тюрьму И концлагеря Для беззащитного ребенка За которого Просто некому Заступиться Их там закрыли Никто о них Ничего не знает Никакой неотчетности Ничего нету Да А все жалобы В интернете Тут же прессуют Этих детей бедных Как они только Там правду раскроют Что их там Калашматят Или обижают Или еще чего-то Вот так вот Это тоже очень важно Дисциплина и порядок Это одно А другое дело Тюрьма и концлагерь Это вообще Другие вещи Надо понимать В детдомах Не должно быть Никакого неравенства Социального Или какого-либо Другого расслоения Угнетения Давления Шантажа Манипуляции Побоев Изнасилования И любых других Форм словесного Или телесного насилия И всего подобного Я перечислил Может быть даже не все А должна быть Одна лишь Сплошная любовь Которая иногда Конечно же И проявляется В научении Обличении И разумном наказании С целью осознания Совершенного Ребенком Злодеяния А затем Последующего За ним Прощение Прощение теми Кто был Кто был целью И жертвой Этого злодеяния Еще одна тема Помимо дисциплины И порядка Это что? Это вот все Вот эти вот разделения И неравенства Как я вам сказал Мы все должны быть Друг другу Вообще В этом мире Лишь И то Во временной жизни Где есть возраст Это мы сейчас с вами Здесь Старшие и младшие Друзья Кому-то В будущем Веке Да Мы с вами Вообще будем Всеми равными Друзьями Здесь пока Есть временная Есть возраст Мы лишь Старшие и младшие Друзья Друг другу К этому Должны стремиться Поэтому Никакого угнетения Там Давления Шантажа Манипуляции Побоев Тем более Изнасилования Любой другой формы Насилия Близко не должно быть Да Есть научение Когда человек Согрешает Там Ребенок Подросток Есть обличение Есть разумное Наказание Это очень важно Да Будешь лишен На неделю Там Смартфон Забираем Вот Ты там Какой-то Косяк Сделал Да Какое-то Должно быть Чтоб человек Почувствовал И то Всегда Наказание Должно быть Соразмерно Преступлению И оно Должно быть Чем Поступай Другим Так Как ты хочешь Чтоб С тобой Поступали Это очень важно Да Чтобы он Эту Мысль Как бы Уяснил Для себя Что если Ему сделали Это Ему бы тоже Было больно Это надо Доносить Конечно Не значит Что если он Кого-то ударил Вы должны Ему Как взрослый Друг Да Пол челюсти Разнести Своим кулаком Нет Поэтому он И лишается Всего лишь Телефона Вот Здесь не работает Принц Око за око Но что-то Он должен Почувствовать Потому что Это принесет Ему боль Он говорит Ну смотри Тебе же больно Тебе телефоны Ни за что лишили Тут смысл То в этом Да Так ты его Ни за что Ударил Или пусть Даже за что А я тебе за что Ты же его ударил За что А я тебе За твой удар Лишаю тебя Получается Тоже Законно Телефон И так далее Надо просто Донести эту мысль Вот и все Это очень важно Что конечно же Любовь наша В этом мире Лежащем возле Она проявляется И в обличении И в научении И в чем И в разумном наказании Да В правильном Это очень важно Но это все Не должно превращаться Вот В тюрьмы Концлагеря С угнетениями С изнасилованиями И прочими вещами И естественно Когда даже согрешает Это естественно И кается И творит плоды Достойные покаяния Согрешившие ребенок Или подросток Это что Тут же прощение Искреннее Настоящее прощение Потому что Все мы с вами Проходим эту школу Жизни И учимся Всему этому Ну вот такой вот ролик Смотрите Сколько мы с вами поговорили У меня остался Один для вас вывод Ну два часа Ну что же У меня все такие ролики Давайте я вам зачитаю И тоже скажу Кое что Конечно же Вне зависимости от того Берете ли вы Здорового ребенка В свою семью домой Заботитесь ли В детдомах Об этих здоровых И необычных детях Вот эти вот Семьи выходного дня Да Это не важно Как все это вообще происходит Самое главное Это быть Исполненным Любви Ко всем этим детям И иметь твердое желание Сделать жизнь Этих детей Счастливой Настолько Насколько Это возможно Через попечение Об их душе И теле И так Еще раз Конечная мысль Очень простая Что независимо от того Что мы это делаем Кто-то решился Взять Первого ребенка себе В приемного В семью У кого-то уже есть И вы еще решили взять После того Когда у вас даже Свои там есть Или вы просто Второго Третьего Неважно Десятого Можете себе позволить Свой детский домик Счастье У себя дома Организовать Из 20 приемных детей Может быть вы Просто работаете В этих там Детских домах Или еще где-то Да В каких-то Службах социальных Кто там За бездетными Детьми Там Детьми на улицах Бездомными Вернее там Смотрят Как помогают Может они там Сбегают Их куда-то берут В приют Они все равно Но как-то там Пытаются им помочь Может быть Вы являетесь Вот такой вот Семьей Как это Выходного дня Да С вами уже говорили Может быть вы Еще каким-либо образом Там Благотворите Как бы В основном Там Деньгами Все равно Да Суть конечно Не в этом Дело Не в форме Этой помощи А конечно же Самое главное Что Что Чтобы нам Достичь этого Совершенства Любви И быть Исполненными Этой совершенно Любви И в своих В своей жизни Когда Того требует Ситуация Эту любовь Свою Реализовывать Вот и все Потому что Как мы видим С вами Мы с вами В будущем Еще будем Говорить Вот там О воспитании Я буду ролик писать О ювенальной Юстиции И так далее У нас И там Мы будем Разные Затреть У нас На самом деле Все есть У нас есть органы Там Попечения Есть органы По надзору Там За бездомными Есть там Вот это По несовершеннолетней Преступности И так далее То есть У нас Много Разных Там Сфер Областей Органов Всего Этого Связанных Там С детьми Допустим Их Можно по-разному Совмещать Там Как-то Группировать Еще что-то По сути То же самое Свой Детдом Детский дом Он в себе Много Чего В себя Вбирает У нас есть В это же время По сути Вы же поймите Даже когда Вы отдаете Всех Своего ребенка Вы уже Его вручили Кому-то Кроме себя О ком-то Заботиться В школе Сколько Ваш ребенок Времени Проводит На него Уже Кто-то Влияет Дело Не в том Где он Находится А дело В том Что кто И что Дает Этому Ребенку И конечно Мы должны Максимально Давать им Материальные Благи В том Плане По возможности Детство Сложным Частливым Да Поэтому Что мы Можем Это не значит Надо баловать И там Не знаю Пятилетняя девочка Какая-то там Звезда Делает Порш Каен Там покупать Машину Какой-то Или самолет Дарить Какой-то Это вообще Какой-то Пафос То ли Для чего Это делается Не знаю На камеру Когда там Я недавно Видел Там Какой-то Там Пятилетнему Ребенку Что-то там Самолет Что-ли Подарил Какой-то Миллионер Зачем Это делаете Он Еле Пока Это все Какие-то Бредни Но Просто Несуразные Да Вот Я Поэтому Когда я говорю О максимальном Я говорю Просто Что вы можете Конечно Детство Должно быть Счастливое Не должно быть Деревянные Игрушки Прибитые К полу Если мы Можем Как-то Делать Их Жизнь Счастливым Конечно Должны Это делать Через Материальные Вещи Прежде всего Ну а Второе Конечно Попечение От душе Это очень важно Это донести им Простую истину О любви Свободе И вечной жизни Вот и все И это и на словах Делать Когда они уже Начинают все это понимать И просто В реальной жизни Это все должно Сквозить через все ваши поступки Они и так Это будут видеть Да Как вы мыслить Как вы размышляете Как вы им отвечаете Как вы другим отвечаете Как вы делаете Что вы делаете Как поступаете Чем это аргументируете Это и так Все будет видно Да Поэтому Несмотря Поэтому Где вы находитесь Дело в том Потому что мы в принципе Всего этого желаем Да Мы понимаем все это Сами желаем И делаем это Вот что самое важное Вот А как это уже будет И конечно же Мы в жизни должны Избавляться От всех этих клише Мама Папа Да Вот это вот Все тоже знаете Мы должны в жизни Становиться друг другу Друзьями Старшими и младшими Вот и все Причем не столько По плоти Да У нас многие Дети умнее своих родителей Поэтому если в духовном плане Да Мы многие своих родителей Переросли И мы им наоборот Становимся старшими По сути-то Да Друзьями Потому что мы их Кого-то У нас дети Чаще приходят к истине Чем родители Приходят родителей своих Подводить к истине К Богу К любви К совершенным познаниям Да Дети становятся веганами А бабушки с дедушками Трупятину целыми днями Едят А 16-летний подросток Уже давно веганит Кто из них познал истину Быстрее Да Так что это все очень важно Поэтому дел Как всегда упирается Все во все Где любовь Там уже не важно Все это Назвать это все чем угодно Можно Красивыми словесами Да У нас все поют О любви О равенстве Народов И так далее И спокойно Как и целыми днями Друг на другу Бомбы бросают Одно дело слова Другое дело дела Вот Я конечно тоже Как вы скажете Тоже красивые словеса Тут пою Но вы знаете Я словеса Жизнь подтверждаю И всем Поэтому и говорю Это очень важно Да Не просто слова Но без слов тоже никуда Сначала мысль Потом дело Которое может в слово воплотиться Или в какое-то дело Через руки-ноги Ну вот так Вот такая вот тема Надеюсь вам Это видео было полезно Назидательно Отрадно Что-то куда-то вас подтолкнет На какие-то размышления Как что делать лучше Чтобы этот мир становился Прекрасным Вот и все На себя посмотреть со стороны Вот И все такое Ну и что-то делать Я вас призываю Что можете Каждый на своем месте Что-то делать Что-то делать Делать мир лучше Через это И есть Самое настоящее Пропует истины Это пропует делами Ну слово Это тоже дело Я всегда об этом оговариваюсь Это тоже важно Вот Ну и реальными делами В том числе Такими более Как говорят Приземленными Материальными Да Так что Все Я с вами на этом прощаюсь Призываю ставить лайки Тему кому нравятся мои ролики Кто считает их Назидательными Отрадными Правильными Нужными Чтобы алгоритмы Ютуб Воспринимали лучше Это видео Кому-то еще Кроме вас Его показало Ну и сами Проявляйте активность И делитесь моими роликами Если считаете их хорошими На своих ресурсах В своих социальных сетях Аккаунтах Там Мессенджерах Телеграм-каналах Ютуб-каналах Где считаете нужным Вся информация Как я вам сказал В первой строчке В описании к видео Есть ссылка на страничку Много сайта Там вы все можете подробно Почитать Если есть необходимость Пересылки Какие-то там На источники Все там есть Я с вами прощаюсь Всех по-братски По-братски Крепко обнимаю Нежно целую Желаю вам Познания полноты Истины И через это Обретение Абсолютного счастья То есть блаженства До встречи В следующих роликах Пока-пока Продолжение следует...